Яла в десяти метрах от кровати, глядя на Чуфына и Сумы одновременно с ошеломлением и ужасом. В этот момент, хотя Чуфын и Сумы совершили гнусный поступок, они также поспешно, в панике, одели каждой свою одежду, и в этот период времени Суру стояла перед кроватью все с тем же выражением. Чуфын, ты помнишь, что ты обещал мне ранее? Как ты можешь делать это? Дождавшись, когда Сумы оденет свою длинную юбку, спросила Суру чрезвычайно строгим тоном. Сестра, это не вина Чуфына, я Сумы поторопилась объяснить, не позволив Чуфыну заговорить. Маленькая Мэй, уйди, возвращайся в свою комнату. Я хочу сказать Чуфыну кое-что наедине, но не позволив Сумы договорить, Суру указала ей на выход. Взглянув на старшую сестру, затем посмотрев на Чуфына, Сумы стиснула зубы, поджала губы, но, в конечном счете, удалилась со стыдливым выражением. Я. Не нужно ничего говорить. Я знаю, что маленькая Мэй отправилась искать тебя. Я ее старшая сестра. Как могу я не понимать ее? Она любит тебя. Любит тебя невероятно. Она хочет показать тебе, как сильно тебя любит, потому она пожелала отдаться тебе, пока ты не ушел. Чуфын. Я знаю твои чувства искренней к нам обеим, ко мне и Сумы, но, пожалуйста, пойми. Я все еще надеюсь, что вы двое подождете до свадьбы, прежде чем заниматься такими вещами. В конце концов, иметь что-то, чего ждешь с нетерпением, чтобы вернуться, лучше, чем ничего. Чуфын хотел сказать что-то первоначально, но у Суру был вид всезнайки. Более того, когда она сказала это, она подошла к Чуфыну и сделала что-то, что озадачила Чуфына. Она фактически медленно ослабила свою юбку перед Чуфыном и сняла ее. В этот момент Суру полностью выставила свое зрелое и хорошо развитое, горячее и прекрасное тело перед Чуфыном и даже бросилась в объятия Чуфына. Маленькая Роу, ты. Чуфын немного запаниковал. Он понимал слова Суру, но не понимал, почему Суру внезапно сделала все это, потому что на его взгляд, хотя он уже обладал Суру, она была все еще против того, что происходит между мужчиной и женщиной. Чуфын, маленькая Мэй любит тебя, но я люблю тебя тоже. Маленькая Мэй может дать тебе что угодно, и я также могу что угодно дать тебе. Чуфын, пожалуйста, прости меня. Прости мое упрямство. У меня только одна сестра, маленькая Мэй, потому я надеюсь, что ты сможешь любить ее больше, чем ты любишь меня. Просто подожди немного дольше. Маленькая Мэй рано или поздно будет твоей. Мы, сестры, твои. Но до этого, она не может делать этого с тобой, потому позволь мне занять ее место. Нежный тон Суру продолжал томительно звучать в ушах Чуфына, и ее стройные руки, сорвавшие одежду с Чуфына сейчас, начали оставлять следы вдоль разогретого тела Чуфына. В этой ситуации ни один мужчина не смог бы продолжать сдерживаться. Кроме того, Чуфын был нетерпеливый, настоящий мужчина. Потому, то, что он только что взял под контроль, снова взорвалось. Пренебрегая всем, он прижал Суру вниз. Однако, в этот момент, Чуфын усвоил урок. Прежде чем начать свое дело, он заложил сильную духовную формацию, запечатав весь дом, предотвращая то, что кто-нибудь прервет его прекрасное времяпрепровождение. Под светлым кругом луны, в комнате, переполненной любовью, мужественное тело переплелось с мягким, создавая завидно прекрасную картину. Глава 569. Дорога смерти. На следующее утро, когда Чуфын пробудился, он обнаружил, что Суру больше не была здесь, но рядом с кроватью она оставила после себя телесный аромат, позволяя ему узнать, что Суру в самом деле была с ним этой ночью. Когда он вышел из комнаты и увидел Суру и Сумы и снова, он обнаружил, что сестры держатся за руки и улыбаются, болтая. Их безмятежный вид создавал видимость того, что вообще ничего не произошло прошлой ночью. Это заставило частичку беспокойства в сердце Чуфына исчезнуть, подобно серебристому дыму. Он еще раз ощутил, как сильно обе сестры чувствуют друг друга, как будто ничто не могло вызвать появление конфликтов между ними. Как это было? Ты удобно спал прошлой ночью? После того, как Сумы и увидела Чуфына, спрятав за спину ее маленькие ручки, она подошла к Чуфыну и шаловливо спросила его прямо рядом с ухом. Эй, маленькая девочка, в его сердце была вина, потому он был немного смущен. Он не мог не бросить взгляд на стоящую рядом с Уру, но обнаружил, что она только сморщила свои красные губки и прекрасно улыбнулась, затем отвернулась и больше не обращала внимания на Чуфына. В этот момент, на самом деле, Чуфын не мог сделать абсолютно ничего. Он даже подумал, что Суру рассказала Сумы о том, что они делали прошлой ночью, или как-то еще Сумы узнала о том, что они делали с Суру. Но когда красные губы Сумы вздрогнули, и мысленное сообщение поступило в его уши, Чуфын мгновенно онемел. Следующий раз найди скрытное место, и тогда я отдам тебе себя. Но будь осторожен, мы не можем быть раскрыты сестрой, или она определенно не простит меня. Так запросто, в особый день фестиваля Луны, хотя Чуфын не смог закончить Сумы, он еще раз разделил постель с Суру. Хотя процесс, в котором это случилось, оставил Чуфына немного потерянным, он еще раз убедился, как сильно сестры любили его. Причина, по которой они так поступали, была в том, что им претела мысль о расставании с ним. В конце концов, с сегодняшнего дня он собирался покинуть Академию Четырех Марий и ступить на сомнительный путь. Этот день также был последним днем экзаменов для учеников Академии Четырех Марий. Ученики, которые сдали экзамен раньше уже получили своих уважаемых инструкторов, и сейчас вступали в Академию Четырех Марий. Из тех людей, те, кто был наиболее сосредоточен, были, конечно, Суру и Сумы. Их инструкторами были божественные инструкторы. Они действительно вызывали зависть, но кроме Суру и Сумы, было также много людей, которых почитали, и в их ряды входили Чжан Тянья и Цзянушан. Они уже обладали квалификацией для вступления в Академию Четырех Марий, и также получили шанс стать учеником божественных инструкторов. Этот шанс сейчас был в их собственных руках. Могли ли они успешно стать учениками божественных инструкторов, и тогда сильно вырасти в силе, зависело только он их собственных способностей. Те, кто дрался за то, чтобы стать учениками божественных инструкторов, были все из юного поколения. Их силы были не слабыми, и все они были гениями. Однако, на взгляд Чуффена, ни один из них не смог бы одолеть его. Если посмотреть кандидатов из молодого поколения, лишь единицы обладали большой силой и находились только на шестом уровне сферы небес. И если бы Чуффен использовал силу молний, то его уровень также достиг бы шестого уровня сферы небес. На одном с ним уровне, кто мог одолеть Чуффена? Как минимум, до сих пор это могла сделать только Цзелин. В действительности, не только Чуффен, даже Цзянушан и Чжан Тяньи не испытывали слишком большое напряжение. Они не только разрушили все препятствия на экзамене, они даже одолели своих противников, и в конце стали учениками божественных инструкторов, гениальными учениками, на кого многие будут глядеть. В процессе они, с их развитием на третьем уровне сферы небес, свирепо побили Шинь Тутзяна и Шинь Тухая, которые оба были на четвертом уровне сферы небес. Эти два боя были одними из немногих, среди множества, которые заставили людей восклицать в восхищении. Чуффен также был счастлив за Суру, Сумы, Чжан Тяньи и Цзянушана, когда они были под пристальными взорами бесчисленных восхищенных и хвалебных взглядов, так как они стали учениками их уважаемых божественных инструкторов, и также стали учениками, которые были самыми превосходными и обладали наибольшим потенциалом в Академии Четырех Морей. Это, как минимум, означало, что они были не просто гениями континента девяти провинций. Даже в регионе Восточного моря они также могли создать себе репутацию. После того, как Цзянушан и Чжан Тяньи успешно стали учениками божественных инструкторов, Чуффен решил уйти в тот же день, потому что в этот день те, кто не смог вступить в Академию Четырех Морей, должны были уйти. Но когда он уходил, Чуффен не позволил им провожать его, потому что он не хотел уходить на грустной ноте. Он хотел сохранить радость в сердце до того, как ступит на свой следующий путь. И как только он прибыл к массиву телепортаций, Чуффен опознал две знакомые фигуры. Это были Шинь Тутзян и Шинь Тухай. Сейчас, награжденные Чжан Тяньи и Цзяном Ушаном, их носы были синими, и их лица раздулись. Когда они шли в толпе людей, возникал шепот. Это было чрезвычайно позорно. Увидев, что их губы слегка двигаются, и все же не было издана ни звука, Чуффен узнал, что они пересылают ментальные сообщения. Потому, Чуффен распространил свою силу духа, с ее огромной силой ухватил нити их голосов, и с этим услышал их ментальный разговор. Черт, если бы старший брат Шинь Тулан был здесь, он определенно смог бы преподать этим двум свирепый урок. Конечно, если бы он был здесь, среди новых учеников этого года, он точно стал бы самым узнаваемым человеком. Когда это была их очередь быть в центре внимания. Но, почему все-таки он еще не прибыл? Разве мы не сказали, что также собираемся вступить в Академию Четырех Морей? Какого черта он творит? Кто знает, но я уверен, что у старшего брата Шинь Тулана должны быть его собственные планы. Шинь Тутзян и Шинь Тухай, в самом деле, жаловались на все из-за их поражения в битве. Более того, из их слов Чуффен также подтвердил, что они были в действительности в той же группе, что и Шинь Тулан. О, кто это? Шинь Тутзян и Шинь Тухай, что случилось? Я не видел вас всего день, тем не менее, ваши головы стали свиными головами. Ах, я знаю. Вы, должно быть, получили довольно много ударов в сегодняшней битве, правильно? От кого они были? Это не было ли от Джан Тянья и Цзянушина? Да. Это правда смущает вас, парни. Прошлой ночью, вы даже бросались словами, и сказали, что собирались побить Джан Тянья и Цзянушина. Каким образом сегодня, когда вы реально пошли на бой, вы были побиты до такого состояния? Так вы знаете только как хвастать и ничего больше? После подслушивания их ментального разговора, Чуффен намеренно подошел к ним и громко издевался, как будто весь мир мог слышать его. Ты. Ну, трое этих двоих уже было наполнено яростью, потому когда они стали развлечением Чуффена, их лица немедленно побагровели от злости и были такими разъяренными, что выскочили вены. Хаймым, но оба из них ничего больше не сказали, и развернулись с холодным фырканьем, потому что они были, действительно, побеждены. Это было чем-то, что каждый знал. Если бы они продолжали защищать себя или швыряться оскорблениями, они не получили бы ничего, лишь большую насмешку. Потому они могли только терпеть. Ааа, не уходите. Пойдемте пообщаемся еще немного. Что? Вы не можете использовать чуть больше слов? Вы знаете, что означает мудрый совет идет мимо уха. Отбросы. Если бы я был на вашем месте, я бы зарылся в какую-нибудь дыру в стене. Пэф, несколько собачьих задниц династии Шинту. Так это место специализируется на поднимании мусора. Хотя оба они уже развернулись, Чуффен не позволил им просто уйти. Его оскорбления были чрезвычайно громкими, и только когда они оба исчезли из его вида, Чуффен слегка улыбнулся, как будто злой заговор удался. Тут же, полагаясь на массив телепортаций, Чуффен покинул Академию Четырех Морей. Однако, он выяснил, что два человека тайно последовали за ним. Что касается того, кем были эти двое, Чуффен знал это даже с закрытыми глазами. Они точно были Шинтуцзяном и Шинтухаем. Они оба были уже недовольны Чуффеном, и прямо сейчас он также издевался над ними подобным образом. Как они могли на самом деле стерпеть такое? В этот момент, следуя за ним, они, естественно, нацелились преподать Чуффену урок. Но они не знали, что прежние унижения были просто ловушкой, расставленной Чуффеном. Они даже думали, что могут свирепо избить Чуффена, но они игнорировали факт, что они уже ступили на дорогу смерти. Глава 570. Встреча братьев. В пределах Академии Четырех Морей произвольные бои были запрещены, а уж убийства были под еще большим запретом. Потому, если Шинтуцзян и Шинтухай хотели позаботиться о Чуффене, они должны были следовать за ним всю дорогу до тех пор, пока он не покинет территорию Академии Четырех Морей. До этого они ничего не могли сделать с ним. Но Чуффена было не так просто удержать в руках, как они думали. После того, как он покинул земли Академии Четырех Морей, Чуффен использовал телесный боевой навык, полет дракона через 9 небес, для более быстрого передвижения. Хотя скорость полета дракона через 9 небес была несравнима со скоростью стремительной техники лазурного дракона, она была, все же, очень быстрой. Это вынудило Шинтуцзяна и Шинтухая использовать все, что у них есть. Все же они до сих пор не могли нагнать Чуффена. Хотя оба из них не могли догнать, но и не отставали. Они продвигались вперед с таким же уровнем скорости. Сначала они вдвоем даже подумали, что Чуффен раскрыл их, но потом обнаружили, что он совершенно не тревожился, и даже более того, он пел во время путешествия. Как могло столь расслабленное поведение быть хоть немного похожим на подготовку к встрече с врагом? Потому оба брата, Шинтуцзяна и Шинтухай, обнаружили, что Чуффену только предстоит раскрыть их. Но способы перемещения Чуффена были слишком аномальными. Не только его скорость была высока, когда он двигался, он даже не спал и не отдыхал, не ел и не пил, и когда он двигался, он продолжал это без остановки несколько дней. Но естественно, Шинтуцзяна и Шинтухай, которые ненавидели Чуффена и его друзей до мозга костей, могли выплеснуть свою злость, только убив Чуффена, а потому не хотели сдаваться так просто. Потому они продолжали следовать за ним. После того, как они попали на территорию роскошной таверны, они обнаружили, что следы Чуффена пропали. Проклятье. Куда делся этот сосунок? Как получилось, что он внезапно исчез? Шинтуцзян стоял над роскошной таверной и смотрел вниз, и все же не мог увидеть даже тени Чуффена. Он не мог не запаниковать, потому что все больше и больше он ощущал, что они могли быть игрушками в руках Чуффена. Это довольно знакомо. Небеса. Это место не та таверна, где мы отдыхали, когда впервые прибыли в регион Восточного моря. После того, как Шинтухай детально обследовал вещи внизу, он внезапно испытал потрясение. Верно. В то время тут была хорошая проходимость, и она была даже очень процветающей. Почему она разрушена до такого состояния? Должно быть, что-то случилось здесь. Услышав слова Шинтухая, Шинтуцзян обнаружил также, что в самом деле это была таверна, в которой они отдыхали прежде. Голу-голу-голу. Но пока они были сбиты с толку, из центра таверны раздался взрыв странного звука. Какой-то звук доносится оттуда. Скорее пошли проверим его. Когда они услышали этот звук, выражения Лиц Шинтуцзяна и Шинтухая изменились. Они даже подумали, что обнаружили Чуффена и быстро полетели по направлению к источнику звука. Это. Что это? Но когда эти двое подлетели и увидели объект, от которого шел звук, они поспешно заткнули рты и носы, едва удержав рвоту, потому что под ними была пенящаяся яма экскрементов. В данный момент пузырьки продолжали появляться из экскрементов, и также издавать булькающие звуки. В то же время, отвратительное зловоние пропитывало эту землю. Бум, но резко в яме экскрементов разразился взрыв. В то же время, подобно извержению вулкана, экскременты поднялись в небо. Проклятие. При виде желтого цвета объекта, выстрелившего прямо по направлению к ним, лица Шинь Тутзяна и Шинь Тухая позеленили. Они быстро использовали свои сильнейшие телесные боевые навыки и уклонились в сторону. Только сделав это, они избежали осквернения фекалиями. Ха-ха, наконец-то я вырвался. Но как только оба они прославили свой успешный уход от такой катастрофы, внезапно ликующий голос раздался в небе, полном экскрементов. Посмотрев на источник голоса, Шинь Тутзяна и Шинь Тухая мгновенно онемели, и даже быстро протерли свои глаза, потому что они не осмеливались поверить зрелищу, произошедшему у них на глазах. Потому как в этот момент они узнали человека, который стоял в воздухе и как сумасшедший смеялся. Он был гением номер один династии Шинь Ту, Шинь Туланом. Старший брат Шинь Тулан, это действительно ты. С невообразимыми эмоциями завопили Шинь Тутзяна и Шинь Тухая одновременно. Маленький Тзян, маленький Хай, что вы двое здесь делаете? При виде Шинь Тутзяна и Шинь Тухая Шинь Тулан переменил выражение лица, чувствуя себя очень удивленным. Старший брат, это что-то, что мы должны спросить у тебя. Почему ты не принял участие в экзаменах Академии Четырех Морей, и почему ты здесь? Шинь Тутзян указал на яму с экскрементами внизу, ответив вопросом на вопрос. Ааа, это длинная история, но черт, я действительно наткнулся на неудачу, услышав, что Шинь Тутзян спрашивает об этом, Шинь Тулан не скрыл ничего и в общих чертах изложил, что с ним случилось. Так вот что произошло, и узнав, что Шинь Тулан был запечатан в яму с экскрементами человеком, который был даже младше него, Шинь Тутзян и Шинь Тухай были оба изумлены, ощущая легкое недоверие. В конце концов, они понимали силу Шинь Тулана. Он был гением номер один за последние несколько сотен лет в истории династии Шинь Ту. Это звание было получено не просто так, и они даже ощущали, что если бы Шинь Тулан принял участие в экзаменах Академии Четырех Марий, он бы стал самым узнаваемым человеком здесь. Возможно, он стал бы даже сильнейшим человеком на экзамене. Все же в настоящее время, чья-то сила действительно превосходила силу Шинь Тулана, тогда как этот человек был моложе его. Как они могли не изумиться, верно? Маленький Цзян, маленький Хай, сейчас экзамены Академии Четырех Марий должны были уже закончиться, верно? Почему вы не ждете в Академии и пришли в это место? С любопытством спросил Шинь Тулан. Не напоминай об этом. Изначально мы пришли сюда в погоне за сосунком, но кто бы мог подумать, что по прибытии в это место он исчезнет, сказал Шинь Ту Цзян с лицом, переполненным злостью. Чем больше он думал о себе и Шинь Тухая, тем больше они чувствовали, что могли быть обмануты. Маленький Цзян, что точно произошло? Скорее расскажи мне, видя их ярость. Шинь Тулан узнал, что оба его брата могли быть опозорены. Шинь Ту Цзян и Шинь Тухай также не стали ничего скрывать. Они вкратце рассказали о событиях, которые произошли Шинь Тулану. Это, в самом деле, нелепо. Действительно нашелся кто-то, кто посмел задирать моих братьев подобным образом. Узнав об этом, Шинь Тулан скрипнул зубами, переполненной злостью, а затем хлопнул себя по груди и пообещал. Маленький Цзян, маленький Хай, не переживайте. Судя по тому, что вы сказали, он не должен был убежать слишком далеко. Прямо сейчас я помогу вам двоим найти его. С моей силой он не должен даже думать о том, чтобы сбежать от моей руки. Отлично. Старший брат, если это ты, не говоря уже о нем, даже та кучка ублюдков в Академии Четырех Марий не закончит хорошо. В этот момент Шинь Ту Цзян и Шинь Тухай действовали, как будто нашли главную опору. Их лица были наполнены счастьем и волнением. Нет нужды искать меня. Я здесь, но только в это время, громкий и чистый голос внезапно пронзил воздух. Незамедлительно раздался внушительный драконий рев также неожиданно. В этот момент, они увидели, что везде в небе блуждает ветер. Облака раздвинулись, и огромный, лазурного цвета дракон, с могучей силой, появился в небе. И на голове этого огромного лазурного дракона стоял человек. Это был никто иной, как Чу Фын. Чу Фын, ты действительно посмел появиться перед нами. Старший брат, это он. Он человек, который публично унизил нас обоих. Сегодня ты должен помочь нам преподать этому сосонку урок. Когда они увидели Чу Фына, Шинь Ту Цзян и Шинь Тухай были в бесконечном восторге. Но когда они бросили взгляд на Шинь Тулана, в ожидании его атаки для истязания Чу Фына, их лица не могли не измениться на довольно долгое время, и чрезвычайно нервозным тоном они одновременно закричали. Старший брат, что с тобой? Глава 571. Кто? Сейчас у Шинь Тулана больше не было его прежнего высокомерия. Его лицо было наполнено ужасом. Он, дрожа, поднял свои руки, указывая на Чу Фына, который стоял верхом на лазурном драконе в небе. Затем спросил Шинь Ту Цзяна и Шинь Тухая. Вы? Вы двое. Человек, за которым вы гнались, это не он, правда. Это он, старший брат. Есть проблема. Шинь Ту Цзян и Шинь Тухай не были идиотами, потому когда они увидели выражение Шинь Тулана, они узнали, что что-то должно случиться. Проклятие. Человек, который запечатал меня в этом месте, это он. Человек, о котором мы говорили, был одним и тем же. Шинь Тулан сказал эти слова голосом, наполненным ненавистью, но в то же время и беспомощностью. Что? Человек, который одолел тебя, это он. Как это возможно? Он только на третьем уровне сферы небес. После того, как они услышали слова Шинь Тулана, выражения Шинь Ту Цзяна и Шинь Тухая изменились. Они не могли не посмотреть на Чуфына снова, внимательно проверяя его. Хотя атмосфера вокруг Чуфына была в самом деле необычной, но с их точки зрения, ему было невозможно победить Шинь Тулана. Нет времени объяснять. Бежим. Я задержу его для вас. Не оглядывайтесь и уходите. Чем быстрее вы убежите, тем лучше. Шинь Тулан внезапно взвыл, и в это время он схватил Шинь Ту Цзяна и Шинь Тухая за плечи и швырнул их за руки с силой, которая могла выкорчевать горы. Шинь Ту Цзяна и Шинь Тухай, как стрелы, выстрелили в небо. Сосунок, ты посмел запереть меня в яме с экскрементами и использовать эти отходы, чтобы продлить мою жизнь. Я никогда не испытывал подобного унижения в своей жизни, и даже если я не смогу одолеть тебя, я не прекращу сражаться с тобой, пока один из нас не умрет. Нынешний Шинь Тулан полностью отличался от прошлого. Его глаза были подобны факелам. Его переполняла жажда крови. Он, кто в своем сердце принял решение умереть, не имел ни малейшего страха. Он думал лишь о том, чтобы задержать Чу Фына. Бах! Наконец он шагнул вперед. Безграничная аура вырвалась из земли, так как он бросился к облакам, направляясь прямо к Чу Фыну. Не сдерживая ничего, он высвободил ауру пятого уровня сферы небес. Он вздымался вперед, и даже воздух закручивался, когда проходил мимо. Ее сила была совсем не слабой, но в глазах Чу Фына не имело значения, что Шинь Тулан делал, он никогда не смог бы одолеть его. Он был подобен муравью перед ним. Он мог раздавить его, подняв руку или ногу. Потому, с появившимся намеком на улыбку, он сказал, увидев ваши братские узы, я решил, что не трону вашу династию Шинь Ту. Но, увы, все три брата должны умереть. Это разумная цена, которую вы заплатите за свои поступки. Незамедлительно после того, как он закончил говорить, молния хлынула из его глаз, и сила небес в его теле начала так же быстро меняться, заставляя его ауру мгновенно быстро подняться. Четвертый уровень, пятый уровень, шестой уровень. Просто в мгновение аура Чу Фына возвысилась с третьего уровня сферы небес до шестого уровня сферы небес. Бум! После того, как его аура перестала расти, Чу Фын больше не тратил дыхание на разговоры. Он слегка открыл свои пять пальцев, слегка выровнял свою руку, и очень просто, вскользь, махнул в сторону Шинь Тулана. Земля и небо были потрясены этим ударом. Сила, которую он содержал, была огромной, она была такой же могучей, как дракон. Бум! Грохот таким простым ударом, Чу Фын пересилила ауру Шинь Тулана в несколько раз. В этот момент, взрывы раздались в небе, и ветра и облака изменились. Мир затрепетал, как будто все поверглось в хаос. Глядя на закручивающуюся силу небес, летящую к нему, Шинь Тулан также сильно исказился в лице. Хотя до этого у него было очень грациозное поведение, и он даже отбросил всякую мысль о выживании, когда он на самом деле увидел силу Чу Фына и на самом деле посмотрел в лицо смерти, он все же испугался. Но в этот момент Чу Фын действительно не оставил ему ни шанса на выживание. Потому, можно было увидеть только силу небес, мелькнувшую в небе, и места, через которые она прошла, были все разорваны на кусочки. Что касается Шинь Тулана, с ним произошло то же самое. С шипением, гений номер один династии Шинь Ту, практикующий эксперт пятого уровня сферы небес, стал лужей крови в хаосе силы небес. Он даже не смог сформировать сознание небеса. Он 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 все еще человек. Как он может быть таким ужасающим? Он просто подобен демону. На расстоянии в небе стояли двое. Это были именно Шинь Ту Цзян и Шинь Ту Хай. Они все еще не ушли, потому что не поверили, что Чу Фин мог убить Шинь Тулана. Но в этот момент они поверили. Чу Фин, который даже не представлял ничего в их глазах, был самым пугающим в группе из пяти человек. В этот момент они были действительно напуганы. Для них, кто лично видел, как Чу Фин убивает, было невозможно не испугаться. Свист воздуха, но лишь в этот момент, Чу Фин, который стоял далеко в небе, развернул голову. Он бросил взгляд на Шинь Ту Цзяна и Шинь Ту Хая. Дерьмо он увидел нас. Бежим, бежим. Их сердца немедленно затрепетали, когда они встретились с глазами Чу Фина. Их ноги стали ватными, как будто кровь замерзла. Такого вида страх заставил их отползать назад в небе, и они почти свалились вниз. Только после продолжительной борьбы они смогли сделать тела устойчивыми. Свист воздуха, но как только они приготовились использовать свои телесные боевые навыки и бежать со всех ног, дыхание бури со свистом пронеслось мимо них позади. Огромный монстр появился перед ними. Этот огромный монстр имел блестящие зеленые чешуйки и его окружал туман. Это был огромный лазурный дракон, и на голове лазурного дракона, Чу Фин ужасающе уставился на них. Хотя в нем не хватало сильного намерения убивать, его ледяной взгляд был все же пугающим. Хлоп, старший брат Чу Фин, мы были неправы. У нас были глаза, но мы не могли признать гору Тай. Мы не должны были относиться непочтительно к тебе, потому, пожалуйста, дай нам шанс. Шинь Ту Цзян немедленно упал на колени в воздухе и взмолился. Бах-бах Шинь Тухай был даже жестче. Он не только преклонил колени посреди воздуха, сначала он неумолимо шлепнул себя два раза, прежде чем болезненно заговорить с соплями и слезами. Мастер Чу Фин, это моя вина, это моя вина. Я не должен был искать неприятностей, я не должен был оскорблять твоих друзей. Пожалуйста, как великий герой, прояви щедрость. Пожалуйста, будь терпим с нами и дай нам шанс начать заново. Я молю тебя, сжалься. Эмоции Чу Фина ни на йоту не изменились, когда он смотрел на этих двух, потому что когда он хотел убить человека, он не колебался. Потому, Чу Фин произнес лишь одно предложение. Вы оба еще ничтожнее, чем Шинь Тулан. Бум сразу после того, как он сказал это, его мысли уже унеслись далеко. Чу Фин не использовал силу небес, лишь силу духовной формации. Голубая духовная формация стала клеткой, и со всех сторон заперла этих двоих внутри. Сразу же она быстро сжалась, затем с двумя хлопками, они были насильно раздроблены на кусочки, и вполне мертвы. Свист воздуха он убил их молниеносными способами. Чу Фин слегка взмахнул открытой ладонью, затем два слабых огонька, как метеоры, двинулись обратно, подлетая к его ладони от места, где они умерли. Если посмотреть внимательно, они были двумя пространственными мешками, и эти два пространственных мешка были, естественно, остатками от Шинь Тутзяна и Шинь Тухая. Свист воздуха, однако, как только он заполучил пространственные мешки, Чу Фин перевернул свою ладонь, бросив их в свой карман, затем бросил свой несравненно серьезный взгляд назад и произнес, кто? Глава 572. Чудаковатый Тайкау. Довольно чувствительная сила духа. Ты, в самом деле, обнаружил меня, после того, как я подошел, стоило Чу Фину крикнуть, как ближайшее пространство в небе исказилось. Одноногий старик появился перед глазами Чу Фина, и хихикал, глядя на него. Кто ты? Почему ты следуешь за мной? После того, как он увидел этого человека, Чу Финь не мог не свести брови, потому что до этого, он на самом деле не мог выяснить, есть ли человек рядом с ним или нет. Он только ощущал, что-то изменилось, но не мог утверждать, что это был человек. Возглас только что был простой проверкой, а потому он не ожидал, что человек в самом деле появится. Таким образом, вид этого старого человека действительно напугал Чу Фина. Вдобавок, человек перед ним не только носил одежду инструктора Академии Четырех Морей, он даже обладал бездонно глубоким развитием. И прямо сейчас Чу Финь убил двух учеников из Академии Четырех Морей. Все это не предвещало ничего хорошего. Тебе не нужно бояться. Хотя я из Академии Четырех Морей, я не хочу обвинять тебя в каких-либо преступлениях из-за двух бесполезных послушников. Скорее, мои мысли были схожи с твоими. Я чувствовал, что эти два ученика должны быть убиты. Казалось, одноногий старик знал, о чем беспокоился Чу Финь, и быстро улыбнулся, объясняя, кто вы, что вы планируете, следуя за мной. Чу Финь только определил, что его сила была очень мощной, но не мог определить, враг ли он или друг. Потому он был очень осторожен с ним. Хе-хе. Мое имя Тайкау, я божественный инструктор Академии Четырех Морей. У меня лишь одна цель появления здесь. Я чувствую, что ты гений, потому я надеюсь, что ты сможешь стать моим учеником. Если станешь им, я сделаю все, чтобы развивать тебя. Тайкау был довольно откровенным и говорил о своих намерениях напрямую, что вы божественный инструктор, вы хотите меня себе в ученики. И после того, как старик произнес свои слова, Чу Финь был потрясен. Учитывая его силу, он был в самом деле квалифицирован для того, чтобы быть божественным инструктором, и был даже намного сильнее, чем божественные инструкторы, которых Чу Финь видел прежде. Потому, когда он заявил о своей личности и имени, первая вещь, о которой он подумал, что этот старый человек перед ним был, очень вероятно, был самым странным, но самым могущественным инструктором среди десяти божественных инструкторов. Но этот человек явно никогда не брал учеников, и явно Чу Финь не был учеником Академии Четырех Морей. Все же, он действительно примчался сюда и сказал, что хочет его в свои ученики. Для чего было это все? Это на самом деле заставило Чу Фина немного аниметь, и очень озадачило его. Когда я, Тайкау, говорю, я всегда очень откровенен. Мой друг Чу Финь, мне только интересно, хочешь ты или нет? Сказал Тайкау с легкой улыбкой. И в этот момент Чу Финь почувствовал даже большее беспокойство. Поскольку старик перед ним знал его имя, казалось, он провел небольшое расследование. Но Чу Финь все еще не понимал, почему он хочет сделать его своим учеником. Но, несмотря на то, правда ли это, или обман, или если были другие намерения, Чу Финь не планировал вступать в Академию Четырех Морей. Потому он всплеснул руками, и вежливо сказал, это честь для меня привлечь ваше внимание, старший Тайкау. Однако, я не вступил в Академию Четырех Морей. Кажется, это не слишком уместно быть вашим учеником, учитывая это. Верно? Не беспокойся. Как только ты захочешь быть моим учеником, ты, естественно, станешь учеником Академии Четырех Морей. Такие правила, как ты должен сдать экзамен, просто ограничение для обычных людей. Тебе они не нужны, Тайкау взмахнул руками. Его отношение к Чу Фину было очень дружелюбным. Но Чу Фин правда не планировал вступать в Академию Четырех Морей. Потому он мог только потрясти головой, произнося, старший Тайкау, я правда сожалею, я не желаю вступать в Академию Четырех Морей. О, когда Тайкау услышал его слова, его подобные мечам брови нахмурились, и он казался немного недовольным, но это недовольство прошло подобно вспышке. Очень скоро он вздохнул, выпуская напряжение, и сказал, «Те, кто желает стать моими учениками, не подходит мне, и тот, кого я желаю сделать своим учеником, не находит меня подходящим. Такова судьба. Без разницы, я сдаюсь». Сказав это, Тайкау развернулся и исчез. Но в то же время ментальное сообщение было направлено в уши Чу Фина. «Мой друг Чу Фин, я закрою глаза на сегодняшнее, но в будущем, если кто-то осмелится задирать тебя в регионе Восточного моря, ты можешь использовать мое имя, Тайкау. Если настанет день, когда ты захочешь стать моим учеником, я, Тайкау, поприветствую тебя с распростертыми объятиями. Благодарю, старший Тайкау». Чу Фин быстро отдал честь и поблагодарил, но он не получил какого-либо ответа от Тайкау. Подождав некоторое время, Чу Фин сконцентрировался и использовал его силу духа, чтобы просканировать свое окружение. Но он не смог обнаружить никаких изменений, потому он догадался, что Тайкау в самом деле ушел. Этот инструктор и правда такой, как говорят слухи. Чрезвычайно странный, Чу Фин был довольно безмолвным перед Тайкау, но он оставил довольно приятное впечатление после себя. Хотя странная натура Тайкау была немного чудаковатой, по меньшей мере он казался честной и терпимой персоной. Но пережив такое событие, Чу Фин также стал более тревожным. Он натянул маску трансформации, которую когда-то получил от столикого старика, и создал иллюзию обычного человека средних лет с огромным телосложением. Чу Фин решил, что представится публике как этот человек. С этим, даже если он раздует какие-то проблемы, это не повлияет ни на него самого, ни на Цзянушина, Чжан Тянья и других. Более того, Чу Фин взял себе новое имя. Уцин. Что касается причин, они были просты. Чтобы достичь своей цели, Чу Фин должен был быть бессердечным один человеком. После изменения своего лица, Чу Фин задал свой первый пункт на значении. Терраса любовников. Цушуй Фуин была на территории террасы любовников. Она была святой дочерью храма Пылающих Небес, и также бывшей возлюбленной Хуань Фу Хае. Таким образом, Чу Фин чувствовал, что пока Хуань Фу Хае еще сохранял ясный рассудок, он должен был сказать что-нибудь Цушуй Фуин. Так, Цушуй Фуин была, вероятно, единственным кроме него человеком, который, возможно, знал родословную Чу Фина. Однако, регион Восточного моря был огромен. Если он желал достичь террасы любовников, он должен был потратить немного времени. Хотя до этого Чу Фину было нужно поднять свое развитие. Потому, сначала он нашел скрытое место, и приготовился очистить сына магмы. Чу Фин, почему бы не вынуть элитное оружие в виде веера, который Шинь Тутзян получил с аукциона? Возможно, ты сможешь что-нибудь обнаружить, однако, как только он нашел уединенное место, и готовился начать очищение, заговорила яичко. Этот веер, на этом веере, в самом деле изображение, но оно немного размыто, и нет способа понять, что на нем отпечатано. Я даже не могу быть уверен, карта это или нет, сказал Чу Фин. Идиот. Для нормального человека, в самом деле, это было бы испытанием, но ты другой. Не забывай, ты человек, у которого развиты небесные глаза. С одного взгляда ты можешь увидеть сущность чего-то подобного. Хотя ты еще не до конца развил небесные глаза, но, в конце концов, ты уже практикуешь их долгое время. Изображение на веере по совпадению послужит проверкой результатов твоей практики. Неважно, настоящая она или подделка, как только ты сможешь подтвердить то или другое, это будет означать, что ты ухватил раннюю ступень небесных глаз. Если ты столкнешься с местом, которое содержит диковинные сокровища, ты также сможешь увидеть их, сказала Яичко. Да. Как я мог забыть об этом? Небесные глаза, которые я практиковал, позволяют мне видеть то, что другие не могут. Я могу даже восстанавливать незавершенные вещи. Услышав слова Яичко, Чу Фин также понял это. Не говоря больше ничего, он быстро достал элитное оружие в виде веера. Одину Цен означает бессердечный. Глава 573 Священные существа Чу Фин раскрыл элитное оружие в виде веера. На близком расстоянии он обнаружил, что на веере действительно было отпечатано изображение. На изображении все же было несколько отчетливых линий, но большая часть из них была размыта. На взгляд обычного человека, в самом деле, это было бесполезное изображение. Однако, когда Чу Фин взглянул более пристально, его глаза не могли не засветиться, потому что он подсознательно почувствовал, что на изображении было несколько скрытых вещей. Потому он быстро циркулировать силу духа в своем теле, и сконцентрировал ее в глазах. Когда сила духа окончательно сгустилась, глаза Чу Фина сильно изменились за мгновение. Особая сила появилась в его глазах, и слабая свирепость в них, была немного пугающей. Особое изменение произошло из-за того, что Чу Фин использовал небесные глаза. Он освоил лишь самый базовый уровень силы небесных глаз. Если быть более точным, он едва освоил самые основы. Потому он все же не мог контролировать силу небесных глаз. Если он использовал ее, немедленно это делало его взгляд несравненно свирепым. Однако, если бы Чу Фин стал более опытным в использовании небесных глаз, он смог бы заставить эту свирепость исчезнуть и осматривать все совершенно незаметно. Это было очень мощно. Хаймым и самой загадочной вещью было то, что когда Чу Фин использовал божественные глаза и задержал их на изображении веера элитного оружия, он обнаружил, что изображение действительно изменилось. Многие туманные линии начали становиться ясными. Наконец, первоначально очень размытое изображение, просматриваемое небесными глазами Чу Фина, стало наполовину завершенной картой, и эта карта была, действительно, картой сокровищ. В самом сердце карты было четыре больших слова. Гора бессмертного духовного волка. Духовного волка. Организмы, сформированные путем сбора природной сущности, потому что у них уникальная духовная природа и тела, называются духовными существами. Когда духовные существа успешно сформируются, они могут потрясти мир своей подавляющей божественной силой. Чу Фин. Если эта карта настоящая, ты определенно сможешь найти превосходные сокровища, потому что духовное сознание духовных существ отличное дополнение для развития, только увидев четыре слова гора бессмертного духовного волка, яичко взволнованно воскликнуло. Ты прав, но грустно, что уровень моих небесных глаз недостаточный. Я могу только найти приблизительное положение горы бессмертного духа волка, и я даже не могу восстановить пути в горе бессмертного духа волка на этой карте. Боюсь, нелегко будет найти духовное логово и духовные вены. И даже более того, я не могу определить подлинность этой карты, Чу Фин вздохнул с небольшим сожалением. После небольшого обучения методу поиска пульса, Чу Фин примерно понимал различные типы сокровищ, спрятанных в мире. Одним из типов были гробницы, означающие положение гробниц могущественных практиков, или артефакты, созданные могущественными практиками. Большинство из них было создано руками человека. Другим типом были чудесами природы, сформированные скоплением природной сущности. Однако чудеса природы также разветвлялись на множество разных типов. Некоторые были чудными объектами. Например, они были цветами, травами, деревьями, сформированными скоплениями природной сущности, или чрезвычайно странные горы, или просто несколько случайных странных вещей. Эти вещи, несмотря на содержание огромной силы и даже интеллекта, и способности к передвижению, в конечном счете, имели тела, отличные от людей и зверей. Потому, они были названы чудными объектами. Помимо чудных объектов, другим типом были духовные сущности. Духовные сущности были также рождены из скопления природной сущности, но после созревания они не только приобретали интеллект и силу, принадлежащую им самим, но и обладали телами людей или зверей. Духовные сущности всегда формировались дольше, чем чудные объекты, но когда они это делали, они почти всегда были сильнее. Некоторые просто прятались в горах, некоторые сеяли хаос в определенной зоне, но вещью, которая была бесспорной, была их сила. Согласно показаниям карты, так называемая гора бессмертного духовного волка была, очевидно, в области, где духовные сущности формировались. Когда духовные сущности были сформированы, они использовали Землю как свое тело. Их собственное сознание было спрятано в Земле. Вместе с тем, пока духовное сознание росло в силе, их внешний земной вид становился также яснее. Когда они созревали, Земля и духовное сознание смешивались, и в это время сосуд, в котором оно росло, огромный горный хребет, или особый лес, становился его настоящим физическим телом. Они были несравненно огромными, и обладали бесподобной божественной силой. С помощью одного предложения из песнопения метода поиска пульса, Чуффен узнал, что однажды было духовное существо с телом размером с континент, после своего созревания. Из этого было видно, как сильны были духовные существа. Чтобы найти духовное существо, что Чуффен и так намерен был сделать, он стал бы искать духовное сознание и на особой Земле, потому что духовное сознание было огромным ресурсом развития. Они были основой духовных сущностей, и для практиков у них был бесконечно полезный эффект. Но как могло духовное сознание быть так легко найдено? Во-первых, ты должен был найти вход, также известный как духовное логово. Затем, ты должен был найти пути к духовному сознанию, после входа в духовное логово. Эти были также известны как духовные вены. Так, даже если ты находишь вход, ты должен найти вены. Если кто-то желал получить духовное сознание, он должен был все спланировать и немного потратиться. Эта карта в самом деле указывала на место, где духовное существо скрывало себя и, вероятно, даже записало позиции духовного логова и духовных вен, но Чуффен не мог ничего сделать, так как с его нынешними небесными глазами он просто не мог увидеть ни духовное логово на карте, ни линии духовных вен. Это также бесконечно поднимало сложность в поисках духовного сознания. Однако это было не самой важной вещью. Более важно, что даже если Чуффен восстановит огромную часть карты, он не мог определить настоящая ли она или нет. Ах, если ты хочешь винить кого-то, то ты можешь винить только свою некомпетентность в практике небесных глаз. Если бы ты хорошо их практиковал, было бы невозможно, чтобы ты не распознал подлинность этой карты. Несмотря на это, у тебя есть своя голова на плечах. Идти или нетти, решай сам. Я не могу постоянно вести тебя за ручку. Видя его нерешительность, пошутила яичко. На самом деле, я не планировал сейчас этим заниматься. В конце концов, ты прекрасно знаешь, что я все еще слабо владею методом поиска пульса. Но, судя по информации на этой карте, так называемая гора бессмертного духовного волка действительно недалеко от этого места. Поскольку мы так близко, все же стоит сходить и посмотреть. Неважно, будет ли карта настоящей или подделкой, когда я увижу настоящую гору бессмертного духовного волка, я смогу все точно определить, сказал Чуффин и улыбнулся. Духовные существа не могли быть недооценены. Хотя им требовалось много времени, чтобы сформироваться, несколько десятков тысяч лет, если быстро, несколько десятков миллионов лет, если долго. Духовные сознания, что существовали только несколько тысяч лет, или несколько сотен лет, или даже несколько десятков лет, все же обладали очень выдающимися эффектами. Кроме того, если посмотреть на элитное оружие в виде веера, он казался немного старым. Если эта карта была настоящей, это означало, что духовное существо внутри горы бессмертного духовного волка, вероятно, существовало некоторое время. Конечно, Чуффин не желал бросать это. Иц. Если хочешь идти, иди. Не надо придумывать отговорки. Но прежде, чем идти, увеличь свою силу, яичко шаловливо поджало губки. Она понимала Чуффина очень хорошо. Не говоря о близости, даже если бы она была далеко, судя по его характеру, он определенно пошел бы и проверил. Им им. Пора проверить, каков этот сын магмы на вкус. Чуффин хихикнул. После того, как он отложил элитное оружие в виде веера, он вытащил сына магмы. Когда он смотрел на него, лицо Чуффина наполнялось ожиданием. Эта вещь была очень впечатляющей. Говорить, что это был чудной объект, было бы не слишком верно, и также говорить, что это было духовное существо, неверно. Чудные объекты не были гуманоидами, также у них не было физических тел. Потому, говоря точнее, чудные объекты были духовными сознаниями без собственных физических тел. Что касается духовных существ, они могли использовать только саму Землю как тело, после созревания. Только тогда они могли считаться физическим телом. Потому, можно было сказать, что духовные существа были духовными сознаниями, которые могли смешиваться с Землей. Но сын магмы начал свою жизнь в форме гуманоида. Его внешность была точно такой же, как у человеческого младенца, и природная энергия, которую он содержал, была также ужасающей. Потому, Чуффин понял, что сын магмы был другим видом чуда природы, также более сильным и самым пугающим видом. Священным существом. Глава 574. Гора Волчьего Клыка. Священные существа были обречены быть более сильными, чем чудные объекты и духовные сущности. Однако священные существа были существами, которых люди всегда боялись и не осмеливались тревожить. Энергия, которую они содержали, независимо от того, имели они форму или нет, была слишком неистовой. Она просто не могла быть использована практиками, и те, кто смело чистить их, были, несомненно, смертниками. Потому, хотя священные существа были очень сильны, в действительности, они были бесполезны для практиков. Они были только существами, которых люди страшились. Но для Чуффина, священное существо было огромным дополнением для культивации, даже по сравнению с другими большими дополнениями для культивации. Например, сын магмы сейчас в руках у Чуффина. Это должно было сильно повысить развитие Чуффина. Позволь мне попробовать тебя на вкус. После того, как Чуффин закончил подходящее приготовление, он нетерпеливо начал очищать сына магмы. Из-за его тела было что-то особенное в его очищении. Чуффин не мог поглотить это напрямую. Потому он сначала использовал духовную формацию, чтобы скрепить его, а затем он должен был сам войти в духовную формацию. Сделав это, он использовал силу духовной формации, которая позаимствовала метод потребления источника энергии, и очистил сына магмы мало-помалу. Хаймым, когда почти невидимая нить дыма вышла из тела сына магмы, и после того, как вошла в его собственное тело, Чуффин резко ощутил, какой дикой была эта сила. Если просто единственная нить уже была такой, Чуффин мог действительно представить, каким неистовым было тело сына магмы. Однако, божественная молния в теле Чуффина была там не для шутки. Неважно, насколько более дикой была сила, как только она вошла в тело Чуффина, она бы немедленно употребилась божественной молнией в его донтяне. Даже не было бы никаких остатков. Вместе с успехом Чуффина в очищении нити ауры, очищающая духовная формация также успешно функционировала. Слои и слои могущественной ауры начали бесконечно выплескиваться из тела сына магмы и входить в собственное тело Чуффина. Они все были поглощены и очищены Чуффином. В конце тела сына магмы начало раскалываться. Слабый дым начал становиться пламенно-алым. С ним сила сына магмы стала даже более дикой, но для Чуффина это не имело значения, так как он продолжал впитывать ее. Так, ужасающее существо, нерушимое священное существо, было полностью очищено Чуффином. После полного очищения сына магмы, аура Чуффина поднялась с третьего уровня сферы небес до пятого уровня сферы небес. Хотя он уже ожидал этого, после того, как он действительно ступил на пятый уровень сферы небес, Чуффин все же возликовал. Его счастливое лицо было таким счастливым, что цветы зацвели. Также из-за его собственной силы божественной молнии, уровень Чуффина мог стать эквивалентным восьмому уровню сферы небес. Восьмой уровень сферы небес, в дополнение к особым методикам Чуффина, было не так уж нелепо иметь дело с теми, кто на девятом уровне сферы небес. Потому, с нынешним развитием Чуффина, он был почти непобедим в сфере небес. Хотя подобная культивация была обычной в регионе Восточного моря, это значительно увеличило шансы Чуффина защитить свою жизнь. В конце концов, Чуффин только недавно пробился в сферу небес, но так скоро уже был близок к становлению боевым владыкой. Все это полностью полагалось на помощь всех видов чудес природы и ресурсы развития. Все больше и больше, Чуффин понимал силу его божественной молнии. Как только были доступны могущественные ресурсы развития, Чуффину не нужно было волноваться о возможности прорваться. Неважно, несколько выше была сфера, у Чуффина не было проблем с вхождением в нее. Ха-ха, какое прекрасное чувство. Это действительно священное существо. Хотя его формирование произошло довольно недавно, так как оно только формировалось несколько лет, в конце концов, священные существа есть священные существа. Источники энергии священных существ, в самом деле, очень полезны. И так как Чуффин радовался, яичко тоже повеселело. Оказалось, что как только Чуффин очистил сына магмы, источник энергии в священном существе был также собран яичком. Сейчас ее развитие возросло со второго уровня сферы небес до шестого уровня сферы небес. Это было даже на уровень выше, чем у Чуффина. Ты действительно получила лучшие результаты, чем я. Чуффин тоже заметил это изменение. И вместо того, чтобы быть потрясенным, он также радовался за яичко. Яичко было очень сильно. Уникальная сила, которую она получила, также была очень пугающей. И даже хотя яичко была на шестом уровне сферы небес, на языке ее реальной боевой мощи, тот, кто был на девятом уровне сферы небес не смог бы победить ее. И так как яичко была помощником Чуффина, когда его помощник вновь становился сильнее, естественно, Чуффин был рад. Этот сын магмы действительно священное существо, или иначе было бы невозможно ему содержать источник энергии. Более того, продолжительность его формирования была очень короткой. Возможно, он формировался только несколько лет. Вероятно, он умер не из-за того, что покинул глубины земли, но скорее умер еще до того, как покинул подземный мир. Время, которое он развивался, слишком короткое. Хотя у него внешность младенца, в действительности, у него все же была настоящая жизнь. Иначе, мы получили бы немного больше от него. Священное существо, в конце концов, это священное существо. Даже если ему было всего несколько лет, он все же так эффективен. Какой уровень усиления он бы принес, если бы формировался несколько десятков тысяч лет? Ха-ха, яичко было действительно взволновано. Ее застоявшееся развитие, наконец, снова сдвинулось, потому она на самом деле была на веселе. Да, у него даже не было настоящей жизни, и он только развивался несколько лет, но все же уже принес такие эффекты. Если бы он развивался несколько десятков тысяч лет, что произошло бы вместо этого? Чуфын был также в экстазе. После того, как он испытал силу священного существа, Чуфын надеялся даже больше, что духовные сущности были реальны. Хотя духовные сущности были далеки от сравнения со священными существами, если время, которое они скапливались, было долгим, тогда Чуфын мог все же получить огромные эффекты. Таким образом, после того, как оба, Чуфын и яичко совершили свои прорывы, они с нетерпением возобновили свое путешествие и двинулись к так называемой горе бессмертного духовного волка, так как это было заявлено на карте. Но поскольку это был первый раз, когда Чуфын прибыл в регион Восточного моря, он ничего не знал. Когда он спрашивал направление на дороге, не было никого, кто знал бы, что такое гора бессмертного духовного волка. Но удачно, что Чуфын был мировым спиритистом. С картой на руках он сам мог найти основные локации и, наконец, Чуфын обнаружил гору бессмертного духовного волка. Однако, несмотря на то, что на карте была помечена гора бессмертного духовного волка, местными она звалась не горой бессмертного духовного волка. Она называлась гора волчьего клыка. Согласно представлению местных, гора волчьего клыка была изначально безымянной горой. Примерно тысячу лет назад она внезапно выросла из земли. Однако, с изменениями, произошедшими за годы, несколько горных пиков были бесконечно изменены. В конце, они стали острыми, как клыки волка, потому гора была названа горой волчьего клыка. Проходя снаружи горы волчьего клыка и глядя на нее с земли, это было на самом деле, как местные описывали ее. Самый высокий горный пик горы волчьего клыка был подобен клыку волка. Они были очень особенными, и также очень странными. Горный хребет непрост. Похоже, карта более-менее настоящая. Только глядя на горные пики, которые были как клыки волка, Чуфын догадался, что гора волчьего клыка была очень особенной, и чтобы изучить гору даже лучше, Чуфын поднялся в небо и остановился только тогда, когда был в нескольких тысячах метров от земли и мог полностью окинуть гору волчьего клыка взглядом. Это когда Чуфын использовал божественные глаза, чтобы посмотреть вниз с высоты на гору волчьего клыка, его спокойное лицо немедленно изменилось, потому что с силой небесных глаз Чуфын обнаружил, что это были не только несколько клыков, которые составляли гору волчьего клыка. Кроме этих клыков, здесь был даже туманный контур. Тело огромного волка. Это, на самом деле, было местом, где скопилась духовная сущность. Нельзя было недооценить это, и оно было очень ужасающим существом. Но сейчас здесь были только несколько клыков, которые физически сформировались духовной сущностью. Однако, как минимум это означало, что духовная сущность скапливалась как минимум тысячу лет. Если духовное сознание все еще было внутри, оно, вероятно, также скопило немного духовной силы. Глава 575. Решение вмешаться. Чуфын стоял в воздухе, глядя вниз. Долгое время всматриваясь, он все же не смог увидеть, где находилось духовное логово, не говоря уж о расположении духовных вен и духовного сознания. Так как он ничего не мог сделать, у Чуфына не было выбора, лишь спуститься и начать обыскивать огромную гору волчьего клыка. Он хотел найти духовное логово, обыскав каждый дюйм. Бум-бум-бум. Но как только Чуфын прибыл в среднюю часть обширной горы с восточной стороны, он услышал, как непрерывно раздаются оглушительные взрывы. Подобравшись поближе, Чуфын обнаружил, что это была битва между чудовищным зверем и человеком. Этот чудовищный зверь были 12 метров высотой, десятки метров длиной, и он стоял здесь подобно маленькому холму. Его внешний вид был похож на ящера. На всем его теле была нерушимая броня, но важнее всего то, что у него было развитие седьмого уровня сферы небес. Этого чудовищного зверя нельзя было увидеть сверху. С каждым его шагом все вокруг на расстоянии сотни миль сотрясалось. Окружающие деревья были уже расколоты и упали от сотрясения. Даже огромный молот, который он держал в руках, был несравненно свиреп. Каждый раз, когда он вращался, появлялся дикий шторм. Когда он опускался, это создавало глубокую яму. На горном хребте были уже тысячи ям, делая его совершенно неузнаваемым. Человек, сражавшийся против него, был также непрост, и тоже был на седьмом уровне сферы небес. Более того, это была женщина. Ее возраст уже перевалил за средний, и, вероятно, ей было немного за 30. Она все еще сохраняла свою грацию, но более важным было ее развитие. В этом возрасте было очень впечатляюще для нее ступить на седьмой уровень сферы небес. В конце концов, на континенте девяти провинций, тех, кто поднимался на седьмой уровень сферы небес, можно было посчитать по пальцам, и ни один из них не был молодым человеком. Хотя, способность войти на такой уровень в таком возрасте не означала, что она была очень могущественной. Это лишь означало, что практики в регионе Восточного моря были на совершенно другом уровне, нежели люди на континенте девяти провинций. Бум-бум-бум чудовищные звери женщина сражались друг против друга, бесконечно создавая ужасную пульсацию. Но Чуффен мог видеть, что женщина была близка к поражению. Сейчас все, о чем она думала, это как избежать ряда так чудовищного зверя, и все же она была твердо зажата чудовищным зверем, и у нее не было шансов. Этот чудовищный зверь кажется немного растерянным, как будто потерял ориентацию. Чуффен проверил с его острой силой духа, и обнаружил, что чудовищный зверь жаждал крови и был свиреп. Несмотря на то, что женщина снова и снова спрашивала, почему он атакует ее, чудовищный зверь не отвечал, и ничего не делал, лишь продолжал обрушивать смертельные атаки на женщину. Это означало, что или чудовищный зверь был безумен, или случились какие-то проблемы. Вдобавок, Чуффен быстро прошелся вокруг горного хребта и обнаружил, что даже хотя здесь было довольно много чудовищных зверей, немногие были в сфере небес. Почему внезапно появился такой могучий? Эти странные вещи частично совпадали друг с другом, и должна была найтись причина всего этого. Однако, к сожалению, это к тебе не относится, тебе не нужно переживать. Чуффен не был так раздражен и не заскучал так, чтобы заботиться о жизни другого человека. Если бы человек перед ним был заменен на того, кто имеет большое несоответствие в силе, или если бы практик задирал бы простолюдина, тогда Чуффен определенно вмешался бы. Но сейчас сражались два существа со схожей силой. Возможно, между ними было некоторое недопонимание, или обиды, или, может быть, некоторые другие причины, потому Чуффен не хотел влезать. В мире практиков царствовали сильные. В нем было слишком много битв, слишком много убийств. Если бы Чуффен вмешивался в такие вещи каждый раз, когда видел, что они случаются, у него бы просто не хватило на все ни сил, ни времени. Погоди, тут другие люди, но как только Чуффен отошел на небольшое расстояние, он обнаружил, что два человека прятались недалеко от леса. Один был мужчина, второй – женщина, и она были стары. Их развитие тоже было не слабое. Оба были на восьмом уровне сферы небес даже сильнее, чем женщина до этого. Судя по их одежде, они были, вероятно, с этой женщиной. Но сейчас они не только не помогали женщине в ее битве против чудовищного зверя, но вместо этого они наблюдали, как будто наблюдали за схваткой двух тигров. Такой поворот событий привлек внимание Чуффена. Направляемый любопытством, он скрыл свои следы и постепенно приблизился. В то же время он начал использовать свою силу духа, чтобы подслушать их разговор. Дружище, ты действительно собираешься только смотреть, как большую госпожу убивает чудовищный зверь. Не слишком ли мы злобные? В конце концов, так много лет глава семьи обращался с нами довольно хорошо, так как старик смотрел на происходящее на расстояние, ее лицо выражало некоторое нежелание. Ты думаешь, я хочу этого? Но наш проклятый мальчишка взаперти в семье ма. Если мы не последуем их указаниям убить ее, тем, кто умрет, будет наш мальчик. Ты хочешь, чтобы умерла она или наш сорванец? Выговорил старик. Этот чертов сорванец, он реально не приносит нам ничего, кроме проблем. Если это станет известно, что будет с нашим лицом. Услышав эти слова, старая женщина начала ругаться, но никогда не упомянула чего-либо, касающегося спасения большой мисс. Из этого можно было понять, что она решилась. Наш проклятый сорванец разочаровывающий, но если кто и виноват, то это большая госпожа, потому что слишком упрямо. Семья ли семья ма уже породнились и оба держат ключи, чтобы открыть это сокровище. Прямо сейчас время пришло, потому что плохого в том, чтобы открыть его вместе с семьей ма. Но большая госпожа не позволяет этого, несмотря ни на что. Она сделала все, что могла, чтобы помешать им и даже набрала солдат за высокую цену и искала людей, которым могла доверять. Ясно, что она нацелена укрепить силу семьи или хочет раскрыть сокровище одна. Очевидно, семья ма не будет счастлива от ее действий. Обдумывание способов убрать большую госпожу вполне обосновано. Потому-то я и говорю, что она просто рассчитывает на смерть. Другими словами, если большая госпожа продолжит это, рано или поздно здесь будет большая битва между семьейми и семьей ли. Если это случится, много невинных будет втянуто. Так что, наши действия сейчас могут расцениваться как помощь семье ли. Мы спасаем семью ли. Так что здесь нет нашей вины. Старик очень красноречиво перевернул предательство своей собственной семьи в такое праведное дело. Сокровище. Однако, глаза Чуфына загорелись, когда он услышал это слово. Если в горе волчьего клыка есть сокровище, что это за сокровище? Первое, о чем подумал Чуфын, духовная сущность, спрятанная в горе волчьего клыка. Могло ли она быть уже обнаруженной? Кажется, что я должен вмешаться в сегодняшние дела. В этот момент, Чуфын развернулся и полетел к месту битвы между женщиной и чудовищным зверем. События сегодняшнего дня, очень вероятно, имели отношение к духовной сущности и духовному сознанию в горе волчьего клыка. Даже если они были не связаны с духовным сознанием, поскольку здесь было сокровище, Чуфын определенно не будет просто смотреть спустя рукава. Он решил вмешаться в это дело. Между нами нет вражды. Почему ты должен продолжать наступать и желать убить меня? В этот самый момент женщина была полностью измотана. Она была полностью зажата чудовищным зверем. Она продолжала спрашивать чудовищного зверя, но это было бесполезно, так как он отвечал только оглушительным ревом и безграничной жаждой крови. У А только в этот момент раздался другой яростный рев. Огромный молот в руки чудовищного зверя опустился на нее еще раз. В этот момент, женщина неосознанно уклонилась, но она не могла ничего сделать, так как ее сила небес была полностью истощена. Ее скорость не соответствовала ее мыслям, и уже было невозможно уклониться от этого удара. Глава 576. Странный. Нет. Глядя на огромный падающий молот, неважно как сильно было развитие женщины, она не могла не завизжать. Этот молот был не только огромным, он также содержал ужасающие напряжения. Если бы она была поражена им, она определенно насильно стала бы мясной лепешкой с пюре из плоти и крови. Это было то, что она никогда не смогла бы принять. Пора. Но женщина не знала, что когда она столкнулась со смертью, в темном месте прятался человек, наблюдая в ожидании возможности появиться. Этим человеком был никто иной, как Чуфын. Из слов старика и женщины он примерно узнал некоторые вещи. Так, поскольку он выбрал спасти женщину, естественно, он выбрал самый опасный момент, чтобы появиться, потому что только тогда она сильно запомнила бы эту любезность. Свист рассекаемого воздуха. Время было выдержано, потому естественно, Чуфын не сдержал ничего. Он подскочил, и как дракон, вылетел. В то же время молния сверкнула в его глазах, его аура уже поднялась до восьмого уровня сферы небес. Чуфын спустился с небес, и просто встал перед женщиной. Затем он вывел единственный кулак, ударил приближающийся огромный молот. Бум этот один удар вызвал взрыв. Хлынула сила небес, и ужасающе огромный молот был разрушен Чуфыном. Ааа чудовищный зверь взревел от боли, одновременно с уничтожением его молота, и был оттеснен взрывными волнами. Следом за этим ударом, Чуфын нанес еще один. Вспыхнула безграничная сила сферы небес восьмого уровня, создавая огромную бесформенную сеть, заключающую в себя чудовищного зверя. Ааа давление, которое излучал Чуфын, было слишком сильным. Таким сильным, что даже те, кто был на девятом уровне сферы небес, были подавлены. Придавленной силой Чуфына, чудовищный зверь только седьмого уровня сферы небес, был подобно мыши, напуганной котом. Он начал быть в страхе, бессистемно стремясь сбежать. Но Чуфын не дал ему ни единого шанса. С одной мыслью, сила давления мгновенно увеличилась. Оно бесконечно придавливало чудовищного зверя, через его физическое тело прямо в его душу. Находясь под такой ужасающей силой, глаза чудовищного зверя блеснули. С сумасшедшей борьбой он двигался с трудом, и даже его тело сжалось. С размера маленького холма до размера тигра, и в конце он даже послушно преклонил колени, удрученный. В этот момент чудовищный зверь не имел даже малейшей части своей прежней силы. Он был подобен маленькому трусливому щенку чудовищного зверя, так как преклонил колени перед Чуфыном, не смея даже дергаться. Одной лишь мыслью Чуфын полностью подавил чудовищного зверя. Это, глядя на это, женщина была совершенно сконфужена. Она уже не сомневалась в собственной смерти, но даже в собственном воображении она не предполагала, что перед ней появится человек, и могучими способами усмирит взбешенного чудовищного зверя. Свист рассекаемого воздуха немедленно после того, как Чуфын позаботился о чудовищном звере, примчались два человека. Это были никто иные, как старая пара. Дерзкий ублюдок, ты смеешь вредить госпоже моей семье. Пара никак не ожидала появления человека из ниоткуда. Но независимо ни о чего, Чуфын явно разрушил их планы. Потому, немедленно после появления из укрытия, они совершили неожиданную атаку, намереваясь предать Чуфына смерти. Хаймым, хотя их сила была на девятом уровне сферы небес, в глазах Чуфына они были хилыми. Чуфын даже не взглянул на них. Он просто холодно фыркнул, закатал свои большие рукава, освобождая славесилы небес. Сила небес казалась нежной, но скрывала в себе жестокую могучую силу. Будучи застегнутыми врасплох, пара пострадала. Их отбросила на несколько сотен метров, прежде чем они смогли стабилизировать свои тела. Они были тяжело ранены. Но они были не сведущи о том факте, что они были в такой ситуации лишь потому, что Чуфын сдержался. Если бы нет, он мог прямо сейчас легко убить их. Однако, старик и женщина явно не знали этого, и даже допускали, что они были поражены из-за их собственной небрежности. Мало того, что они не отступили, узнав различия в силе, они даже истошно завопили, собирая силу вне своих тел, желая бросить в сторону Чуфына даже более сильную атаку. Дядя Ша, тетя Би, не атакуйте его. Только что он спас меня. Я в долгу перед ним, только в этот момент женщина средних лет внезапно заговорила. После услышанных слов, пара не могла не быть захваченной врасплох. Несмотря на их нежелание, было нехорошо для них продолжать атаковать, потому они могли только быстро подойти к женщине, притворяясь озабоченными и виноватыми, и сказать, госпожа, с вами все хорошо, это наша вина, мы не должны были оставлять вас здесь. Все это благодаря тому, что господин благодетель спас меня, иначе я правда не знаю, смогла бы я выжить, или нет. Женщина посмотрела на этих двоих, хоть ее и взгляд не был действительно полным недовольства. Затем она подошла к Чуфыну. Первым делом, она выразительно посмотрела на чудовищного зверя, который хотел убить ее до этого, а теперь безропотно преклонившего колени. Затем поклонилась Чуфыну, сказав очень признательно. Я, Личань, благодарю тебя за мое спасение. Могу я узнать имя господина благодетеля? Уцин, Чуфын даже не глянул на женщину. Он только присел и погладил чудовищного зверя. Хачу чудовищный зверь был уже под контролем, из-за силы Чуфына и был покорен, как овечка, Чуфын все еще чувствовал его кровожадность. Потому, когда Чуфын погладил чудовищного зверя, в действительности, он наполнял тело чудовищного зверя своей силой духа в поисках источника проблемы, и сейчас он получил ответ. Чудовищный зверь был накормлен особым средством, заставляющим его терять разум и становиться кровожадным. Так господин благодетель зовется Уцин. Это имя довольно необычное. Сейчас благодарю тебя за желание выйти и спасти меня, иначе моя жизнь закончилась бы здесь. Если это удобно, пожалуйста, приходи в мою резиденцию или немного отдохнуть в знак благодарности за спасение моей жизни. Ли Чань не была недовольна холодностью Чуфына. Скорее, от начала до конца, она смотрела на Чуфына с очень благодарным выражением. Только после того, как увидел хорошие отношения Ли Чань, Чуфын развернулся и снова посмотрела на Ли Чань. Он обнаружил, что несмотря на уже средний возраст, она хорошо заботилась о своем лице, и ее тело также было очень красивым. Она была не только заманчива, она также была очень привлекательна. Если бы Чуфын не определил ее возраст силой духа, и просто смотрел бы на ее внешний вид, он на самом деле не мог бы увидеть, что она была женщиной средних лет. Стоит сказать, что такая привлекательная и зрелая женщина, как Ли Чань могла очаровать довольно многих мужчин. Но, к сожалению, она была не во вкусе Чуфына. Сейчас было на самом деле слишком мало женщин, кто мог привлечь Чуфына, не говоря уже о тех, кто переступил средний возраст. Таким образом, Чуфын только просто проверил Ли Чань, затем сказал, нет нужды в какой-либо награде. Я не спасал тебя. Я только обнаружил, что этот чудовищный зверь был странным, и боялся, что убив тебя, он станет охотиться за другими. Не имеет большого значения, если он убивает практиков, но если простолюдины пострадают от его рук, это будет не слишком хорошо. Глава 577. Уловка. Господин благодетель, вы сказали, что этот чудовищный зверь странный. Могу я спросить, в чем он странный? Можете рассказать мне? Когда она услышала это, глаза Ли Чань не могли не затрепетать, в то время, как она быстро спросила. Она тоже знала, что чудовищный зверь был немного не в себе. В конце концов, чудовищные звери были не свирепыми зверями, они были рассудительными, и имели некоторый разум. Но этот чудовищный зверь действовал, как будто он был свирепым зверем. Он хотел только забрать ее жизнь, что заставило ее ощутить, что это отличалось чем-то подозрительным. Я могу, на самом деле, рассказать тебе, но эти двое должны держаться подальше от меня, холодно сказал Чуфын, глядя на престарелую пару. Что ты сказал? Скажи это еще раз, если посмеешь. Услышав эти слова, пара, которая уже ненавидела Чуфына, сильно заскрежетала зубами от злости, а их лица вспыхнули красным. Дядя Ша, тетя Би, не будьте невежливы. Он человек, спасший мне жизнь, но не позволив им закончить их слова, Личань тихо сказала им это и настояла. Вы двое, уйдите на время. Госпожа, мы ничего не знаем об этом человеке. Если мы оставим вас здесь одних, это будет слишком небезопасно, посоветовала беспокоенно старый мужчина. Да, госпожа, этот человек неизвестного происхождения. Может быть, он даже заодно с чудовищным зверем. Также советовала старая женщина. Не беспокойтесь, я доверяю Уцину, сказала Личань с улыбкой. Пожилая пара не могла действительно сказать ничего больше, когда Личань поступала так. Потому, после того, как они взглянули на Чуфына, они предупредили. Сосунок, тебе лучше обратить внимание на то, что ты делаешь. Это территория моей семьи или, если бы посмеешь сделать что-то плохое с госпожой из моей семьи, даже не думай покинуть это место живым, сказав эти слова, старый мужчина и старая женщина ушли. Хо, Чуфын просто пренебрежительно улыбнулся на эти слова. Естественно, он мог услышать, что старый человек предупреждал Чуфына лишь для вида, но в действительности, угрожал ему. Он говорил Чуфыну не говорить опрометчиво, или же он не станет сдерживать себя против Чуфына. Господин благодетель, мне интересно, что вы обнаружили. Можете рассказать мне сейчас? После того, как пожилая пара ушла, Личань спросила снова. Однако, Чуфын не ответил. Вместо этого он громко завопил. Две старых твари, вы прячетесь здесь и подслушиваете. Вам не стыдно? Черт. Правда, проклятие. Откуда этот сосунок взялся? Он может даже обнаружить, что мы прячемся здесь. Не говори мне, что он мировой спиритист. Услышав слова Чуфына, старый мужчина, прячущийся в близлежащем лесу, выругался низким тоном. Дружище, что нам делать? Этот молодой человек не кажется простым. Он же не мог обнаружить что-то и раскрыть нас. Верно? В это время, лицо женщины было наполнено беспокойством. Прямо сейчас мы ничего не можем поделать. Мы, в самом деле, не можем атаковать его перед старшей госпожой. Верно? Этот сосунок обладает некоторой силой. Если мы сможем убить его, тогда все будет хорошо, но если не сможем и рассердим старшую госпожу, мы столкнемся с последствиями. Этот сосунок на самом деле обладает некоторыми способностями, но не нужно так сильно беспокоиться. Этот чудовищный зверь был изменен экспертом, нанятым в семье Ма. Неважно, насколько силен этот сосунок, самые большие, он может лишь увидеть, что что-то не так с этим чудовищным зверем, и не сможет вернуть его в нормальное состояние. Кроме того, если этот чудовищный зверь будет возвращен, какое это имеет отношение к нам? Не беспокойся. Сначала, доложим об этом семье Ма, и посмотрим, что они спланируют. На худой конец мы позаботимся об этом сосунке и старшей госпожи вместе. Для нашего собственного проклятого мальчишки мы можем сделать что угодно. После того, как старик сказал эти слова, он подскочил и ушел. Ах, старая женщина выразительно посмотрела на Чуфына снова, прежде чем отправилась за тенью старика. Твои слуги не кажутся слишком послушными, хэм. Только узнав, что пожилая пара отошла на достаточное расстояние, Чуфын улыбнулся и заговорил с Личань. Хо, Личань была умным человеком, потому, естественно, поняла, что случилось. Но, в конце концов, пара была людьми ее семьи или, потому она могла только горько улыбнуться, не зная, как объяснить. Этот чудовищный зверь, вероятно, принял от кого-то зелье, и его натура была также запечатана особой духовной формацией. Таким образом, это причина, почему он был так кровожаден и потерял свой разум. Это также означает, что причиной, почему этот чудовищный зверь появился в этом месте, был заговор. Он, вероятно, ждал тебя здесь. Что касается твоего появления в этом месте и тех, кто знал, что ты появишься здесь, я уверен, что ты знаешь ответ на эти вопросы, верно. Кроме того, я мог также сказать тебе это. Я мировой спиритист. Когда чудовищный зверь атаковал тебя, я почувствовал, что старые мужчина и женщина прямо сейчас прятались рядом. Они наблюдали. Конечно, они те, кто близок тебе, а я только не знакомец. Если веришь мне, тогда будь более осторожна с ними в будущем. В противном случае, просто притворись, что я ничего тебе не говорил. Чуфен не скрыл ничего, и даже прямо заявил, что эта пожилая пара была пара изменников. В этот момент Личань погрузилась в молчание. Ее выражение продолжало меняться некоторое время, ее глаза выражали некоторую беспомощность и тревогу. В них была даже вспышка страха. В действительности, Чуфен сказал все то, что она уже подозревала, потому что в самом деле эта пожилая пара была теми, кто привел ее сюда, и после того, как они привели ее в это место, они, по некоторым причинам, ушли. Когда она встретила чудовищного зверя, неважно, как она кричала, пара стариков не показала себя, но после того, как чудовищный зверь был подавлен, пара стариков немедленно появилась. Это заставляло ее испытывать недоверие. В данный момент, после того, как Чуфен сказал, она поверила в свои подозрения даже больше. Эта пара стариков, вероятно, предала ее семью ли? Мы встретились только благодаря случаю, и я вышел не из-за тебя. Я беспокоился, что этот чудовищный зверь собирается нападать на других. Что касается причин, почему я рассказал тебе это, это потому, что я чувствую, что ты порядочный человек, и я не хочу, чтобы порядочный человек получил ущерб от кого-то таким образом. Потому, тебе также не нужно благодарить меня и позволь нам распрощаться здесь. Видя бессильную и испуганную реакцию Личань, Чуфен самодовольно улыбнулся в глубине души. Затем он действовал так, будто собирался уйти или не собирался заботиться о чем-то еще. Господин Благодетель, не уходите. В самом деле, как Чуфен и предсказывал, когда он приготовился уходить, Личань мгновенно запаниковала. Когда он была взволнована, она действительно схватила руку Чуфена. Госпожа ли, незнакомые мужчина и женщина не трогают друг друга. Что вы делаете? Чуфен отшвырнул руку Личань. Он не действовал так. Кроме женщин, которых он чувствовал подходящими, Чуфен не мог вынести, когда другие женщины касались его. Господин Благодетель, я правда прошу прощения. Я была слишком нервной. Но, могли бы вы быть до конца хорошим человеком, и помочь мне? Я умоляю, помогите мне. Спасите мою семью ли? Если вы захотите помочь мне, я заплачу вам изрядную сумму. После того, как Личань отпустила руку Чуфена, тогда она потянула одежду Чуфена, скорбно умоляя. Она даже собиралась преклонить колени. Мисли, не будьте такой. Если у вас есть что сказать, просто продолжайте. Глядя на вас прямо сейчас, кажется, будто приближается катастрофа. Что именно случилось? Нет никакого вреда в том, чтобы рассказать мне. Хотя я Уцин, несправедливый и великодушный великий герой, я также не желаю видеть, как честные люди оскорбляются плохими людьми. Так, если я могу помочь вам, я попытаюсь. Если я не могу, тогда я, тем не менее, попытаюсь. Что касается награды, если я смогу действительно помощь с чем-то, тогда не поздно будет говорить об этих вещах, когда все закончится. После того, как он услышал слово «награда» Чуфен немедленно изменил свое выражение. Сейчас он больше казался похожим на делового человека. Но в действительности, это было намеренно. Он хотел создать иллюзию для Личань. Человек, который нацелен лишь на выгоду, но у которого есть правила, которые он соблюдает. Конечно, настоящая цель Чуфена была не награда, полученная от семьи Ли. Это было сокровище, о котором знали семьи Ли Ма. Глава 578. Особые события. Это, хотя сейчас Личань чувствовала, что здесь была опасность засады со всех сторон, она была не так глупа, чтобы рассказывать тайны своей семьи человеку, которого только что встретила. Но, если бы Чуфен ушел, и пожилая пара была действительно изменщиками, тогда было очень вероятно, что она погибла бы немедленно. Потому она была действительно в сложной ситуации. Честно говоря, я могу рассеять зелье внутри чудовищного зверя, при условии, что достаточно лекарства будет собрано. В это время различные вопросы, такие как, кто дал зелье, или кого он встретил до того, как изменился, могут быть легко решены. Затем, правда о том, кто желал навредить тебе, может, очень вероятно, быть раскрыта. Даже могут быть получены доказательства. Конечно, если ты не веришь мне, тогда притворись, что я ничего не говорил. Я никогда не получал удовольствие от принуждения людей в трудных обстоятельствах. Чуфен с улыбкой произнес эти слова, затем развернулся и приготовился уйти. Господин благодетель, не уходите. Видя это, Личань напряглась и поспешно потянула уголок одежды. Чуфен снова, затем сказала. Я верю вам, пожалуйста, останьтесь и помогите мне. Это не место для разговора. Следуй за мной, видя, что Личань согласна, велел Чуфен, а затем под его ногами появился лазурный дракон. В то же время он закатал свои большие рукава и поставил на лазурного дракона Личань. Затем он выстрелил в синее небо, очень быстро покидая горный хребет волчьего клыка и улетая в тайное место. Господин благодетель, что за боевой навык вы только что использовали? Это было так быстро. Я никогда не видела таких впечатляющих методов, после того, как почувствовала силу стремительной техники лазурного дракона. Лицо Личань было наполнено растерянностью и думала, что силы Чуфена даже выше. Чуфен только слегка улыбнулся на похвалу Личань. Он намеренно использовал эту технику, потому что его целью было заставить Личань доверять ему все больше и больше и заставить поверить, что он может помочь ей самой. Потому Чуфен ничего не объяснил и сказал. Говори, что случилось с тобой или твоей семьей? В подобной ситуации Личань все еще колебалась некоторое время, но, наконец, взвесив ситуацию, она решила рассказать Чуфену правду. И после рассказа Личань Чуфен не мог не обрадоваться. Казалось, сокровище, о котором говорили семьи Лима, действительно имело отношение к духовной сущности. История началась пять сотен лет назад. Пять сотен лет назад предок семьи Ма и предок семьи Ли были людьми бедного происхождения. Полагаясь на широко распространенные в регионе Восточного моря песнопения для развития, они стали практиками, но из-за того, что их талант был слишком посредственным, они застряли на сфере духа и не могли двигаться дальше. Практика сферы духа была очень распространенной в регионе Восточного моря, потому они могли считаться только незначительнейшими существами. Естественно, предки семьи Ма и семьи Ли не могли полагаться на практику сферы духа, чтобы создать себе какое-либо имя. Они в то время достигли крайней бедности, они даже не могли жениться и были оплеваны другими. Они, названные братья, могли полагаться лишь друг на друга, чтобы выжить, и выживали, полагаясь на охоту на горе Волчьего клыка. Но в один день, предок семьи Ма и предок семьи Ли обнаружили раненого человека на горе Волчьего клыка. Они знали, что он очень вероятно был экспертом-практиком, и если бы они спасли его, это могло, возможно, изменить их судьбы. Потому они вдвоем привели того домой, и серьезно заботились о нем более трех лет. Это было точно, как в поговорке. Те, кто отдают свои сердца труду, не будут разочарованы. В определенный день осени этот человек, наконец, пробудился. Более того, используя особую магию и способности, этот человек очень быстро, полностью восстановился. И, как оказалось, он действительно был экспертом культивации. Чтобы отблагодарить предка семьи Ма и предка семьи Ли за спасение жизни, практик оставил огромное состояние им и даже передал глубокие методы развития, так же как и огромное количество ресурсов развития. Перед тем, как уйти, он не только использовал свои навыки, чтобы помочь предку семьи Ли и предку семьи Ма поднять их развитие со сферы Духа до сферы Небес. Он даже рассказал им, что гора Волчьего клыка была пропитана особым сокровищем. Однако, время еще не пришло, и сокровища нельзя было использовать. Однако, если прошло бы слишком много времени, сокровище обрело бы разум и могучую силу, и тогда было бы очень сложно иметь с ним дело. Потому, загадочный эксперт заложил особую печать, скрывающую вход к сокровищу, и оставил два ключа, которые могли открыть духовную формацию, дав их предку семьи Ли предку семьи Ма. Перед тем, как уйти, он велел обоим открыть духовную формацию через пять сотен лет. В это время им было предназначено получить некоторую пользу изнутри. Но они не могли этого сделать ни слишком рано, ни слишком поздно. С их навыками было бы лучше подождать пять сотен лет, иначе они не получили бы ничего. Потом таинственный эксперт ушел, и со всем, что он подарил, предок семьи Ли предок семьи Ма очень быстро поднялись в силе. Они не только женились, они даже стали местными знаменитостями. Но это бесполезно, потому что через несколько коротких десятков лет их жизни подошли к концу. Они просто не могли ждать пять сотен лет, чтобы взглянуть на запечатанные загадочные сокровища. Потому, перед смертью, они объединили свои силы, чтобы завладеть горным хребтом Волчьего Клыка, и рассказали своим наследникам о сокровище горного хребта, и также сказали им следовать велению загадочного эксперта, чтобы открыть сокровища в определенный год и месяц, чтобы усилить семью Ли семью Ма. В настоящем прошло пять сотен лет. Отношения между семьей Ли семьей Ма были все еще очень хорошие, и они также готовились открыть сокровища в горном хребте Волчьего Клыка. Но Ли Чань не доверяла главе семьи Ма, и ощущала, что он хранит в своем сердце эгоизм. Более того, в последние годы он стал тратить огромные суммы и нанял довольно много экспертов. Сейчас, полная сила семьи Ма далеко превосходила силу семьи Ли. Если он действительно собирались открыть сокровища, она переживала, что семья Ма собиралась использовать этот шанс и разрушить семью Ли, а затем забрать сокровища себе. Потому Ли Чань всегда протестовала против их действий и оттягивала дату открытия сокровища. На протяжении этого периода времени она также тратила огромные суммы для найма экспертов для ее семьи Ли. Но Ли Чань всегда знала, что она разозлит семью Ма, если сделает это. И опасная сцена, как сегодня, произойдет. Если бы не Чуфен, Ли Чань была бы точно мертва. Потому Ли Чань немедленно ощутила, что этот чудовищный зверь был делом рук семьи Ма, и пожилая пара была теми, кто продал ее. Если честно, я только что слышал разговор между этой пожилой парой, и все так, как ты и угадала. Семья Ма в самом деле планирует убить тебя, и да, пожилая пара была теми, кто продал тебя. Что касается причины, кажется, их сын имеет отношение к некому проступку, потому он был увезен семьей Ма. Сейчас семья Ма использует его, чтобы шантажировать эту пожилую пару. Узнав, что случилось, Чуфен улыбнулся, глядя на Ли Чань. Он уже знал, что она зашла в тупик, и определенно попросила бы его о помощи. Как и ожидалось, услышав слова Чуфена, Ли Чань плотно нахмурила свои брови, подтверждая свои собственные догадки и беспокоясь, потому что у пожилой пары действительно был довольно разочаровывающий сын. Господин благодетель, пожалуйста, помогите мне. Как только вы вернете меня в семью ли, я отплачу за эту доброту. Ли Чань искренне умоляла. Однако, Чуфен равнодушно улыбнулся на мольбу Ли Чань, затем сказал. Я могу вернуть тебя в семью ли, и ты также можешь рассказать правду своей семье, но у тебя есть доказательства. Можешь ты гарантировать, что твоя семья доверится тебе. Даже если так, есть ли у семьи ли сила противостоять семье Ма? Глава 579. Успех. Я, в этот момент Ли Чань стала тихой. Только после долгой паузы она сказала. В этом году семья Ма наняла довольно много экспертов, и они непомерно развивают своих собственных людей. С точки зрения силы, моя семья ли в самом деле уступает семье Ма? Однако, семья Ма никогда не совершала движений на мою семью ли? Скорее, они продолжали поддерживать чрезвычайно хорошие отношения на поверхности. Я догадываюсь, что они боятся только одного человека, и это мой отец. Мой отец боевой владыка, и хотя он боевой владыка только первого уровня, в конце концов, он все же боевой владыка. Его сила не может быть даже сравнима с их в сфере небес. Даже если единственный боевой владыка столкнется с тысячей экспертов сферы небес, он может просто убить их всех, и стоять непобежденным. Если посмотреть на семью Ма, хотя они наняли довольно много экспертов и также развили некоторых собственных экспертов, только глава семьи Ма – боевой владыка. Глава семьи Ма, как и мой отец, боевой владыка первого уровня. Если они вдвоем будут сражаться друг против друга, исход очень сложно предсказать, но что-то, что может быть установлено, это то, что победивший в этой битве определит победу семьи. Потому именно сейчас я не переживаю, что семья Ма осмелится напрямую атаковать мою семью ли. А чем я беспокоюсь, так это об отце. Мой отец и глава семьи Ма, названные братья, и они росли вместе с тех пор, как были молоды. Он полностью доверяет главе семьи Ма, и в его глазах его названный брат даже более важен, чем его семья. Потому я просто не могу сказать ему, что у семьи Ма эгоистичное намерение, иначе он будет не только разъярен, он даже накажет меня, если, если нет доказательств. Верно, сказал Чуффин с улыбкой. И мым. Хотя мой отец сильно заботится о братской привязанности с главой семьи Ма, он определенно не невежественный человек. Если есть определенные доказательства, которые покажут планы семьи Ма навредить мне, тогда это было бы намного лучше. Личань бесконечно кивала головой. Это довольно просто. Например, чудовищный зверь. Причина, почему он такой, определенно в работе некого мирового спиритиста. Но как только ты дашь мне немного времени, я смогу вернуть его в изначальное состояние, и в это время человек, который сделал эти вещи с ним и отправил его в это место, станет известен. Естественно, эти доказательства будут указывать на семью Ма. Также, в такой ситуации как это сейчас, продолжать тащить его, это не вариант. Потому, я предлагаю тебе попросить отца объединиться с семьей Ма и открыть сокровище. Это не может больше откладываться, сказал Чуфын, что открыть сокровище в горном хребте волчьего клыка. После этих слов лицо Личань не могло не измениться, но затем она сказала, господин благодетель, согласно словам загадочного эксперта тогда, прямо сейчас сокровище должно уже иметь определенное количество разума и также очень могущественную силу. Без развития боевого владыки нет возможности подавить его. Потому, я действительно беспокоюсь, если сокровище откроется и мы войдем, семья Ма использует моего отца. Это также то, из-за чего я думала о разных способах отложить открытие сокровища. Ты ошибаешься. Если это продолжится, ты просто не сможешь затягивать это дальше, потому что это не только личное желание твоего отца, но и требование главы семьи Ма. Это учение предков. Предков обеих семей. Можешь ты изменять учение? Можешь ты заставить твоего отца идти против учений? Сурово спросил Чуфын. Я. Лича неонемело, не зная, как ответить, потому что Чуфын говорил очень верно. Но если ты позволишь твоему отцу узнать, что у семьи Ма эгоистичное сердце до открытия сокровища, тогда когда оно будет открыто, тут же твой отец будет на страже. Больше не будет определено, кто умрет, сказал Чуфын. Господин благодетель, вы вполне правы. Но я просто очень волнуюсь. Даже если вы сможете восстановить изначальную натуру этого чудовищного зверя, и заставите его сказать правду, мой отец может не поверить, что все управлялось главой семьи Ма. Я понимаю его слишком хорошо. Он не только придает особое значение духу товарищества, он еще и очень упрямый относительно этого. В этом году, после объединения действий семьи или семьи Ма, разделения выгод, мой отец всегда действовал по-братски и позволял семье Ма получать больше. Это также главная причина, почему прямо сейчас у семьи Ма больше богатства, чем у моей семьи ли, обеспокоенно сказал Ильичань. До того, как ты прояснила нынешнюю ситуацию, перед тобой только два пути. Один, только глазеть, как твоя семья ли разрушается. Другой, поставить на это все, и сражаться за последний шанс, который у тебя есть. Однако, шанс на успех определенно не достигает даже половины. Потому, не рождай бредовые мысли, и думай о том, как ты можешь полностью выиграть, торжественно напомнил Чуфын. И глядя на свирепый взгляд Чуфына, и ясно анализируя, Ильичань изменилась в лице. Он чувствовала больше и больше, что человек перед ней очень могущественный, и даже чувствовала, что он искренне хочет помочь ее семье ли, и может на самом деле сделать такое. В этот момент Ильичань непреднамеренно возвела глубокое доверие к Чуфыну в своем сердце, несмотря на то, что знала его только очень короткий промежуток времени. Причина, почему это случилось, была в том, что Чуфын использовал особый метод. Этот особый метод вышел из небесных глаз метода поиска пульса. Небесные глаза не только могли видеть все, они могли даже очаровывать живых. Несмотря на очень слабое владение небесными глазами, после ряда действий, было действительно несложно заставить человека, подобного Ильичань, укрепить доверие и хорошее впечатление о нем самом. Потому, Ильичань объявила всем, что Чуфын был экспертом в развитии, и хотел работать на Семьюле. Из-за этого, она пригласила Чуфына в Семьюле. Что, Чини, на тебя напали? На главном месте Семьели, Бела и Седоволосый, но все же энергичный старый мужчина узнал, что Ильичань была атакована на горном хребте волчьего клыка, и на его лице отразились страх и потрясения. И этим человеком был отец Ильичань, глава 7 или, человек с силой боевого владыки первого уровня. Отец, меня атаковал этот чудовищный зверь. Но, к счастью, я была спасена этим героем. Если бы не это, с сегодняшнего дня ты никогда не увидел бы меня вновь. Лицо Ильичань выражало страдание, так как она указала на Чуфына и покорного и трусливого чудовищного зверя рядом с ним. Что случилось? Разве я не говорил вам оставаться рядом с ней? Почему она все же была атакована? Услышав эти слова, глава 7 или разъяренно закричал на пожилую пару. Это наша вина, пожалуйста, накажи нас соответствующе. Пожилая пара была хитрыми персонажами. В подобной ситуации они не просили, не объясняли ни в малейшей степени. Вместо этого, они наполовину преклонили колени, и с лицами, полными искренности, они просили наказания. Вы двое, в действительности, когда он увидел их реакцию, глава 7 или немедленно растерял прежнюю ярость. Затем он беспомощно вздохнул, закатал рукава и сказал, «Все равно, все равно». Так или иначе, ничего не случилось с Чини, и кроме того, вы двое не хотели, чтобы это случилось, так как я могу наказать вас. Просто возвращайтесь. Спасибо, как будто они уже знали, что он так отреагирует. Губы пары стариков поднялись, показав намек на самодовольную улыбку. Затем, пристально взглянув на Чуфана и чудовищного зверя позади него, они поклонились, развернулись, и ушли. Глава 580. Лучшие отношения. Юный герой, благодарю тебя за спасение моей драгоценной дочери. Могу я узнать твое имя? После того, как пожилая пара удалилась, глава 7 или излучал улыбки, так как рассмотрел Чуфана. Казалось, что он ощущал большую благодарность. Я уцин. Ответил Чуфан, всплеснув руками. Так этот юный герой уцин. Твой талант действительно хорош, уже на восьмом уровне сферы небес в таком возрасте. Я уверен, у тебя не будет никаких проблем в становлении боевым владыкой. После того, как глава семьи посмотрел на Чуфана еще немного дольше, он кивнул, удовлетворенный, а затем похлопал и произнес. Слуги. После его слов две юных служанки вышли из другой комнаты в холл. Обе они держали изысканные подносы, и на подносах были выставлены ряды сияющих жемчужин. Они были жемчужинами небес, и их было тысяча. Юный герой уцин. Это благодаря тебе моя чинежива. Это только маленькая благодарность, не думай ничего о них, но, пожалуйста, прими их, сказал глава семьи или господин, я уже согласился на приглашение старшей госпожи, и я использую свою силу для семьи или. Она также пообещала мне награду в той же степени. Таким образом, как человек семьи или, ее защита, моя обязанность. Господин, как мне можно брать другую награду? Чуфын тактично отказался. Юный герой уцин, ты действительно мудрый. Тогда просто представь, что эти жемчужины небес за то, что ты сделал, просто заранее, сказал глава семьи или и улыбнулся. Естественно, он знал, что когда Чуфын спал лечань, он еще не присоединился к семье или, потому в то время у Чуфына не было никаких либо обязанностей, недолго спасать лечань. Разумно говоря, не было стыда в том, чтобы Чуфын принял дополнительную награду. Тем не менее, Чуфын все еще отказывался, что означало, что он не был человеком, который думает только о выгоде. Вместо этого у него были свои принципы, которых он придерживался, и за это глава семьи или стал сильно уважать Чуфына, потому что люди, которые были подобны ему, могли всегда быть весьма полезны. Уцин, поскольку мой отец уже сказал подобные слова, просто прими это, так же убеждал лечань. Коль так, я смиренно приму их. Благодарю вас, господин, благодарю, старшая госпожа. Услышав это, Чуфын мог только принять их. Хотя тысяча жемчужин небес имели чрезвычайно малый эффект для Чуфына, как кто-то сказал бы хоть комар и мал, а все же мясо. Кроме того, тысяча жемчужин небес была охотно подарена ему. Если бы он не принял их, не навредил бы он себе вместо этого. Развитие этого чудовищного зверя не слабое, но он совершенно точно не из моего горного хребта волчьего клыка. Почему он пришел сюда, и без причин атаковал тебя? Только после награждения Чуфына глава семьи или тщательно проверил чудовищного зверя, стоящего на коленях со стороны Чуфына. Господин, вероятно, этот чудовищный зверь употребил некоторый вид особого снадобия от мирового спиритиста, и его причина и разум были также запечатаны. Из-за этого он стал так яростен и кровожаден. Однако, как только мне дадут немного времени, я смогу открыть печать. В это время причина, почему этот чудовищный зверь появился на горном хребте волчьего клыка будет легко найдено, ответил Чуфын. Так ты тоже мировой спиритист? Когда он услышал эти слова, глаза главы семьи или не могли не засветиться. В конце концов, не каждый мог стать мировым спиритистом. Они превосходили других с рождения, и независимо от времени или места, они получали уважение других, и также считались иными. Я действительно мировой спиритист, кивнул Чуфын. Хорошо, хорошо. В это время моя семья ли получила благословение из беды, и встретила такого превосходного человека, как юный герой Уцин? Слуги. Скорее организуйте лучшую резиденцию для юного героя Уцина, и с сегодняшнего дня он будет получать лучшие обращения от моей семьи или, весело сказал глава семьи или, да, сэр. После этого, под покровительством слуги, Чуфын взял чудовищного зверя и покинул холл. Ах, чини, твой дядя молично подошел увидеть меня снова, и рассказал об открытии сокровища в горном хребте волчьего клыка. Он сказал, что все было приготовлено, и они даже пригласили пурпурного мирового спиритиста. Не будет никаких проблем открыть сокровища, потому я уже согласился сделать это через десять дней, сказал Личан глава семьи или, после того, как Чуфын ушел. Поскольку отец уже согласился, что я могу сделать, я буду следовать твоей договоренности, если бы это было прежде. Личан определенно была бы подобна грому, когда услышала эти новости. Чрезвычайно яростный. Но сейчас она была лишь немного зла и просто не спорила с отцом. Причина, по которой она делала это, естественно, была в том, что Чуфын посоветовал ей поступить так. Чини, не беспокойся. Моя семья ли семья Ма были близки поколениями, и твой дядя Ма мой брат, который рос со мной. Потому, Чини, тебе не нужно ни о чем беспокоиться. Даже если семья Ма высылает немного больше сил в это время, чтобы открыть сокровище, твой дядя Ма будет определенно разделять его равномерно с моей семьей ли? Видя злобный вид ли Чань глава семьи ли улыбнулся, примирительно. Казалось, он любил свою дочь очень сильно. Отец, все, что я делала прежде, было к лучшему для нашей семьи ли? Потому я надеюсь, ты можешь понять мои усилия. Но ты мой отец, и поскольку ты уже принял это решение, как твоя дочь, я могу только поддержать тебя всем, что у меня есть. Я отправлюсь организовывать войска семьи ли и составлять планы для открытия сокровища через 10 дней, сказала ли Чань. Хе, Чини. Я не сомневаюсь в твоих способностях, но твое замужество – это действительно то, о чем я беспокоюсь. Посмотри на себя. Тебе будет 35 в этом году, и если ты быстро не найдешь человека для замужества, ты действительно скоро станешь старой женщиной. Я вижу, что этот молодой человек, зовущийся Ауцином довольно хорош, как насчет, на лице главы семьи ли появилась улыбка, которая была немного бесстыдной для его возраста. Отец, о чем ты говоришь? Услышав эти слова, Ли Чань немедленно напряглась. Не притворяйся. Твои глаза, когда ты смотрела на Ауцина, были очень странными. За все годы, когда ты была моей дочерью, это первый раз, когда я увидел, что ты смотришь на подобного мужчину. Вы оба также довольно близки по возрасту, так как насчет того, что я поговорю с ним для тебя, сказал глава семьи ли, продолжая улыбаться. Отец, не говори чепухи. Иначе, иначе я. В этот момент Ли Чань казалась даже более напряженной, но в то же время, намек на красноту распространился на ее лице, затем она быстро выбежала из комнаты. Выйдя, Ли Чань положила руки на грудь, ощущая сильное сердцебиение. Ее взгляд блестел от сомнений, когда она сказала низким голосом, что с этими чувствами, я знаю его меньше дня. Неужели я действительно была тронула им? На самом деле, это было вполне нормально для Ли Чан испытывать такие чувства. В конце концов, более или менее, она была поражена магией небесных глаз Чуфына. Кроме того, даже без эффекта небесных глаз, сила Чуфына и отношения в управлении делами содержала безграничное очарование. Чуфын не знал ничего о разговоре между главой семьи Ли Ли Чань. Будучи ведомым слугой, Чуфын прибыл в изящное и огромное поместье. На землях поместья было довольно много практиков, хотя ни один не был из семьи Ли. Все эти эксперты были наняты семьей Ли за изрядную сумму. Их уровни были не слабыми, и более или менее, они все обладали их соответственными уникальными и могущественными навыками. Находясь на землях семьи Ли, эти люди могли наслаждаться превосходным обращением, предназначенным для выдающихся гостей. Однако обращение различалось. Что касается тех, с кем обходились лучше, это зависело от их силы и способностей. Но после того, как Чуфын вошел, он тотчас занял самый роскошный дворец из всех, и даже получил самых превосходных слуг. Это привлекло внимание довольно многих людей, когда взгляды недовольства собрались на месте, в которое ступил Чуфын. Глава 581. Сила пурпурной духовной формации. Кто это только что был? Он действительно использует лучший дворец в поместье, на определенной площади в округе поместья, после того, как женщина с гадкой внешностью и обильным макияжем, и также развитием восьмого уровня сферы небес, увидела, как Чуфын входит во дворец, ее лицо наполнилось недовольством. Я тщательно проверил его только что. Его развитие также только на восьмом уровне сферы небес. Мне интересно, как он получил привилегию проживать в этом месте, крупный мужчина со шрамом, пересекающим лицо, а также имеющим восьмой уровень сферы небес, сказал очень недовольно. Если у тебя есть время беспокоиться о других, почему бы не потратить его на самосовершенствование? Именно в этот момент подошел старый мужчина, держащий трость, одетый в синюю мантию мирового духа. Этот пожилой человек был не только синим мировым спиритистом, он даже обладал аурой девятого уровня сферы небес. У него было сильнейшее развитие в поместье. Юэла, увидев этого старого мужчину, люди здесь более или менее оказали почтение. Поскольку эти люди были очень высокомерными, и ни один не рассматривал другого как превосходящего, было сложно избежать словесных перепалок. Некоторые даже сражались друг с другом, но все без исключений, каждый из них получил урок от Юэла, потому они глубоко уяснили, как он был силен. Юэла, мы только протестовали против несправедливого отношения к тебе, чья сила может сравниться в твоей из всех людей, которых пригласила Семьяли. Ты должен был жить в этом дворце, но Семьяли не имеет таких расположений. Мы даже подумали, что Семьяли не устроила тебя жить здесь потому, что они могли найти даже более могущественного персонажа. Я даже думал, они могли получить сверхэксперта, боевого владыку. Но кто бы мог подумать, что, в конечном счете, они получат человека, подобного ему. Какая добродетели или способность есть у него, не говоря о тебе, вероятно, многие люди в этом поместье могут сразить его. После того, как Юэла появился, толпа попыталась спровоцировать битву между ним и Чуфыном, заявив, как он заслуживал быть в этом дворце вместо Чуфына. Мне нужно, чтобы вы взывали к справедливости подобным образом. Юэла слегка ухмыльнулся. Он, старый и хитрый, ясно видел их подстрекательство. Семьяли состоятельна, но они только дают шансы людям с силой, и семьяли наняла нас для определенной работы. Потому, если вы хотите получить даже большие награды, вы не должны завидовать отношению к другим людям. Лучше всего сейчас приготовиться, и продемонстрировать свою силу в ближайшее время, серьезно сказал Юэла. И вот он был как у старшего брата, выговаривающего своим младшим братьям. Мы понимаем, услышав слова Юэла, ни один человек здесь не осмелился высказать какие-либо жалобы. Хорошо, вы свободны. Возвращайтесь и подготовьтесь. Хорошо. Дракон ли он или муравей? Это, разумеется, будет раскрыто в день операции. Юэла вскользь взмахнул рукой, но значение, спрятанное за его словами, было очень ясным. Никто из присутствующих не был глупым, потому, конечно, они поняли, что он имеет в виду. Следовательно, после прощания они вернулись каждый в свою резиденцию. Хаймым. Однако, когда все разошлись, Юэла бросил взгляд на дворец, в котором был Чуфын. Его взгляд волновался от намека на холодную ауру. Как мировой спиритист, Чуфын, как и ожидал, ощутил враждебные взгляды толпы в поместье, но он просто не обратил на них внимания. Потому, после того, как он вошел во дворец, Чуфын приказал слугам, приставленным к нему, приготовить тихое место практики. После вхождения в место практики, Чуфын заложил слой духовной формации, готовясь тренироваться. Чуфыну нужно было открыть духовную формацию, которая запечатала натуру чудовищного зверя, но он также обнаружил, что эта духовная формация была пурпурной, и это означало, что духовная формация была заложена пурпурным мировым спиритистом. Духовная формация, заложенная пурпурным мировым спиритистом, была определенно не чем-то, что Чуфын мог разрушить, но поскольку Чуфын посмел дать обещание перед главой семьи Лили Чань, конечно, он был абсолютно уверен. Потому, то, что нужно было Чуфыну прямо сейчас, было ничем иным, как совершение прорыва с точки зрения его силы как мирового спиритиста. Он хотел попытаться создать связь с силой пурпурной духовной формации и ступить в сферу пурпурных мировых спиритистов. Разумно говоря, настоящее развитие Чуфына было пятого уровня сферы небес. Для него было невозможно создать связь с силой духовной формации с таким видом силы, потому что его тело не могло вынести такой нагрузки. Но в действительности, Чуфын пораженно обнаружил, что когда он ступил в сферу небес и получил силу трех молний, сама сущность его развития изменилась. В настоящем, реальная сила Чуфына была не на пятом уровне сферы небес. Это был восьмой уровень сферы небес. Это была настоящая сила Чуфына. Сила трех молний не была больше дополнительной внешней силой. Она уже совершенно принадлежала Чуфыну. Это была его собственная сила. Это было его настоящее развитие. Потому, в этой ситуации, Чуфын мог, естественно, создать связь с силой духовной формации. Хаймым в самом деле, после того, как Чуфын провел достаточную подготовку, он изъявил волю. Безграничный пурпурный газ возник из пространства мирового духа и был направлен им в собственный духовный мир Чуфына. В этот момент Чуфын ощущал, как его собственная сила духа становится немного больше, и с другой стороны думал, что сила пурпурной духовной формации может быть под контролем, как он пожелал бы. Ему удалось. С первой попытки Чуфын успешно связал себя с силой пурпурной духовной формации и ухватил силу, которую мог ухватить только пурпурный мировой спиритист. Это было просто элементарно. Яичко, какого это? Я довольно впечатляющий, верно? Даже если Чуфын был полностью уверен, что мог получить силу пурпурной духовной формации, когда он преуспел со своей первой попытки, даже сам Чуфын не мог не быть немного самодовольным и не похвастаться маленькой красавицей Яичко. Это едва ли удовлетворительно, сказала Яичко, заманчиво вывернув губки. Бум, грохот. Однако, именно в этот момент, пространство мирового духа яростно затряслось, как будто произошло землетрясение. Такое изменение сильно повлияло на выражение лица Чуфына. Он поспешно перевел взгляд на огромную дверь позади него. Потому что, как мировой спиритист, он немедленно ощутил, что причина, почему пространство мирового духа затряслось, была полностью в двери позади него. Это случилось из-за силы, которая взорвала изнутри дверь, которая затронула пространство мирового духа. Бум в самом деле, когда Чуфын пристально уставился на огромную дверь, другой взрыв бешеной силы вырвался изнутри, снова сотрясая пространство мирового духа. Мощно. В этот момент даже Чуфын не мог не вздохнуть глубоко, потому что даже при том, что дверь разделяла их, Чуфын мог ощущать, что за ужасающая сила поднимается внутри. Ты, наконец, потерял терпение? К сожалению, духовная формация здесь слишком мощная. Даже я могу только покорно сдаться, оставив тебя одного. В этот момент яичко также подошла, но на ее исключительно красивом лице возникло слабое волнение. Яичко, ты знаешь, что за существо заперто внутри, и какой у него уровень? Серьезно спросил Чуфын, потому что он на самом деле знал, что тварь внутри была очень ужасающей. Глава 582. Сын боевого императора. Сначала, Чуфын мог уже почувствовать ужасающую ауру позади огромной двери. Эта аура заставила Чуфына ощутить страх в глубине сердца, сдерживающей его от приближения к огромной двери, которая была полна цепей. Даже если пространство мирового духа было его территорией, он не осмеливался. Тогда, Чуфын даже подумал, что может постепенно сопротивляться этой ауре, так как его сила поднялась, заставляя его осмелиться подойти к двери, даже открыть дверь и контролировать существо позади нее. Но он обнаружил, что ошибся. Чем сильнее становилась еще мощь, тем больше он ощущал подавляющую силу этого существа. Если бы эта дверь не существовала, он бы просто не осмелился представить, что могло произойти. Особенно сейчас, когда тварь внутри толкала огромную дверь, нацеливаясь пробить духовную формацию. Это был первый раз, когда Чуфына ощутил опасность. Это случилось из-за ужасающей силы, которая действительно приводила в ужас. Несмотря на то, что Чуфын все же столкнулся с ним прямо, он уже сильно чувствовал, каким мощным было существо за огромной дверью. Его сила была подобна бескрайнему и глубокому океану. И сам Чуфын с другой стороны был ничем, лишь крошечной пылинкой, дрейфующей по небу. Потому, когда он сравнил себя с огромным существом за дверью, это была разница между пылинкой и океаном. Если тварь внутри внезапно сломает цепи духовной формации, тогда Чуфын определенно умрет. Это просто мировой дух из духовного мира Асуры, у которого опасная натура и который полон ненависти. Поскольку печать на этой двери – это специальная печать для мировых духов из духовного мира Асуры, я уверена, что этот из духовного мира Асуры. Что касается его развития, я не могла утверждать этого раньше, но глядя на силу, которую он использует, чтобы атаковать духовную формацию прямо сейчас, он кажется немного сильнее, чем я ожидала, сказала Яичко, сладко улыбнувшись. В какой точно он сфере? Беспокойно спросил Чуфын. Согласно сферам развития, которые используете вы, я предполагаю, что он может с сильной натяжкой считаться боевым императором. Яичко улыбнулась, понижая значимость ее слов. Что? Боевой император. Услышав два слова «боевой император», Чуфын не мог избежать того, чтобы стать онемевшим, его лицо вытянулось от изумления. В его собственной духовной формации был действительно заперт боевой император. Это было довольно ужасно, особенно потому, что Чуфын уже побывал в гробнице императора и имел опыт столкновения с мощью силы императора. Всякий раз, когда он думал о том факте, что в его пространстве мирового духа был боевой император, он действительно не имел выбора, кроме как быть ошеломленным. Чего тут бояться? Этот парень заперт в твоем пространстве мирового духа ни день или два. Если бы он мог сбежать, он уже сделал бы это. Как мог бы он позволить мальчику вроде тебя продолжить жить так спокойно? Тебе нужно знать, что его злоба очень сильна. Я уверена, он уже ненавидит тебя до мозга костей, и если он сбежит, первое, что он сделает, сдерет с тебя кожу, выпьет твою кровь и заберет твою жизнь. Хе-хе. Яичко странно улыбнулось, пугая Чуфына. Я не напуган, просто в шоке. Шокирован тем, что боевой император заключен в мое пространство мирового духа, Чуфын потряс головой, но очень быстро и неожиданно возникла мысль, и он спросил. Яичко, это означает, что ты тоже боевой император? И не мог ли быть человек, который запечатал вас двоих в своем пространстве мирового духа, так же быть боевым императором? Глядя на ошарашенную и онемевшую реакцию Чуфына, Яичко не могла не привести в порядок свое платье и волосы, затем очень приятно сказала. По правде говоря, это правда. Мое развитие тогда, согласно вашей квалификации уровней, было, на самом деле, на уровне боевого императора, в отличие от этого парня, который может только едва считаться боевым императором. Что касается человека, который запечатал мое развитие здесь без моего ведома, я боюсь, что не могу быть уверена насчет его развития. Глоток в этот момент Чуфын громко сглотнул, затем сказал. Небеса, ты действительно была боевым императором, хотя он уже догадывался, когда Яичко лично признала свое развитие, Чуфын был все же достаточно удивлен. Хаймым, ты, засранец, что это за отношения? Я не похожа на боевого императора? Я даже скажу тебе это. Я не просто боевой император. Я также великий демон, который убивает, не моргнув глазом. Даже в моем духовном мире Азуры я известное создание. Тебе лучше не злить меня. Глядя на недоверчивую реакцию Чуфына, Яичко надулось с недовольным видом. Ха-ха, конечно нет, конечно нет. Как мог я посметь сомневаться в силе госпожи королевы? Видя злость Яичко, Чуфын поспешно потряс головой, отрицая ее слова. Но он не был способен сдержать свой смех. Ты, проклятый Чуфын. Только погоди. В день, когда я восстановлю свою силу, ты увидишь, как я позабочусь о тебе. Яичко злобно скрипнуло зубами, но несмотря на то, что за выражение было на ее абсолютно прекрасном лице, оно было так прелестно, что не казалось серьезным. В глазах Чуфына она даже не казалась никем, кроме как милашкой. И после попытки дважды разрушить огромную дверь, мировой дух уровня боевого императора, запечатанный за дверью, все же успокоился. Что касается причины, почему это случилось, Яичко объяснила так, что, возможно, это произошло из-за того, что Чуфын успешно присоединил себя к силе пурпурной духовной формации, заставляя мирового духа ощутить знакомый запах, который в свою очередь взволновал его. Но Чуфыну не нужно было беспокоиться ни о чем. Духовная формация в пространстве мирового духа была очень могущественной. Это не было чем-то, что мировой дух мог прорвать. Что касается причин, почему человек, который заложил такую формацию, запечатавшую Яичко и такого ужасающего мирового духа в пространство мирового духа Чуфына, все было просто. Очевидно, этот человек хотел, чтобы Чуфын использовал Яичко и мирового духа. Однако, с нынешним развитием Чуфына, он был не способен контролировать такую силу. После этого, Чуфын покинул пространство мирового духа. Несмотря на уже спокойное выражение его лица, его сердце было все еще взволновано из-за всего этого. Сейчас, если он думал о том, кто точно запечатал Яичко и ужасающего мирового духа в его теле, он мог думать о своем отце. Тогда, после подтверждения, что развитие Хунькфу Хаюи был ранга боевого короля, Чуфын чувствовал, что его отец был великим боевым королем, но сейчас он не мог не откинуть эту мысль. Его отец определенно был не боевым королем. Очень вероятно, что он был боевым императором, а возможно даже сильнее. И как практик, который мало-помалу двигался вперед в огромном мире боевых практиков, когда Чуфын напомнился, что его собственный отец был могучим боевым императором, он не мог не почувствовать, что его кровь кипит, потому что это было определенно чем-то, чем можно было гордиться. Отец, хотя я не знаю, что случилось тогда, я найду тебя. Я найду ответ. Как твой сын, я не разочарую тебя, произнеся эти слова с большой уверенностью, он перевел взгляд на чудовищного зверя, который послушно преклонил колени рядом, и в теле которого все еще текла безумная кровь. Хаемым внезапно, Чуфын закатал свои рукава. Сила пурпурной духовной формации, видимая невооруженным взглядом, изливалась из его тела. Потом его палец стал подобен кисти, которая рисует на земле. Искусными действиями, постепенно взошла великая духовная формация. Чуфын хотел быстро разрушить духовную формацию, запечатанную в теле чудовищного зверя. Это не было чем-то простым, но Чуфын был полностью уверен, что он может прорвать ее за малое количество времени. Это было не по какой-либо другой причине, лишь потому, что его кровь кипела. Как только вспоминал, что его отец был боевым императором, и что он был сыном боевого императора, его кровь действительно кипела и горела, сильно толкая его вперед. Глава 583. Черная и белая Ракшаса. Поместье семьи Ли. Ли Чань была приглашена во дворец, где жил Чуфын. Господин благодетелю сын, вы просили меня прийти так поспешно. Что-то случилось. Позиция Ли Чань в семье Ли не была низкой. Кроме главы семьи, можно было обоснованно сказать, она была самой влиятельной. Но женщина с такой высокой позицией, когда лично видела Чуфына, не могла не обращаться к нему как господин благодетель. Более того, у нее было очень хорошее отношение, настолько, что что-то казалось неправильным. Железный зверь, пройди вперед. Честно расскажи старшей госпоже, что точно произошло, Чуфын бросил взгляд на чудовищного зверя рядом с ним. Это только теперь Ли Чань обнаружила, что чудовищный зверь, который напал на нее тогда, казался другим. Хотя он был все еще покорный, он явно растерял свою былую чудаковатость. Глядя на его ясный взгляд, казалось, что он имеет собственный разум. В самом деле, после того, как Чуфын приказал ему, чудовищный зверь действительно поднялся, подошел к Ли Чань, и очень сконфуженно поклонился Ли Чан, прежде чем произнести. Старшая госпожа, я приношу свои извинения за события того дня. Однако, я надеюсь, что вы можете понять, что я был действительно беспомощен. Ты-то вернул свою натуру? После того, как чудовищный зверь, зовущийся железным зверем, произнес это, Ли Чань моментально обрадовалась. Тут же она взглянула на Чуфына и сказала, господин благодетелю Цин, вы преуспели? Да, с могущественными методами мистера Уцина, он не только восстановил мою сущность, он даже восстановил мои воспоминания относительно всего, что случилось в эти прошедшие дни. Поэтому, даже если я потерял над собой контроль несколько дней назад, я помню все, что я пережил. Не позволяя Чуфыну сказать, железный зверь взял инициативу на себя и заговорил первым. Более того, из его слов и отношений оказалось, что он действительно благодарен Чуфыну за снятие печати и возвращение его натуры. Тогда, что точно произошло? Кто запечатал твою натуру, и кто привел тебя на гору волчьего клыка? С нетерпением спросила Ли Чань, как предсказывала ты и Чуфын? Это была семья Ма и человек. Продолжение следует...